Песню споем, а потом, может, он и подъедет. Минуточку. Да? Ну хорошо, аллилуйя. На 10 минут задержка Игнать Тихович подойдет. Он даже не позавтракал еще. Царю небесный, утешите души и стель. Светит нам знакомая звезда. Снова нас Господь зовет дорогу. Слово Божье мы везем туда, Где не знают люди совсем Бога. Троем благовестников в пути, А четверть пилот все бессловесны. И в молитве вспомнить памятник, Чтобы не мешали благовестью. Благовестье! Призыв небес проповедовать Павшим заблудшим. Благовестью! Зарет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Прошлая поездка пропасил, Много мы ошибок совершили. Если я кого-то обращил, Крутко говорю, меня простите. Утреннее светит нам звезда. Это нас Христос зовет дорогу. Много тут поужина труда, Что у нас спецназ летел в Европу. Благовестье! В Европу вперед! Покорим слом Божьим пленяем. Благовестье! Настал наш черед, Едем мы ни на что не взираем. Покорим сломать. Дальше дорога, краткий сон, Мы в степи ночуем под охраной. Вот уж загорает наш костер, Завтра так пора и ехать надо. Медлить нам теперь никак нельзя. Господи, благословив дорогу, Наш восстанец смотрит вдаль туда. Бога виден Он открытым оком. Благовестье! Книги дарить этот хлеб, По водам пуская. Благовестью! Заповедано быть, На начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам, Снова мы увидим ваши лица, Мы расскажем, что же было там. Будет черное сердце часто биться, А пока молись, люби и верь. Если вдруг мы все не возвратимся, В небо нам открыта Богом дверь. Только бы ни в чем не усомниться. Благовестье! Призыв Христа проповедовать вашим заплудшим. Пусть дорогу освещает звезда, Только ты будь всегда вам послушным. Благовестье! Призыв Христа проповедовать вашим заплудшим. Пусть дорогу освещает звезда, Только ты будь всегда брат послушным. Аминь! Аллилуйя! Известие! Девесок! Давай продолжай! Это что, слова вы там, да? Скажи, передайте! Слова народные! Витя сочинял! Нет, я понял! Музыку знаете, какую музыку, да? Надежда! Но вот дорогой было время у меня, написал продолжение, возвращение называется, это я один спою, потому что с Литвов они не знают. Кто-то едет летом отдыхать, море, пальмы, бары, рестораны. Но жизнь дана Христа нам здесь познать, в сторону прещения, обманы. Трое благовестников в пути возвещали людям путь спасения, а четвертый чемпион страны, лучше пёс, и в этом нет сомнения. С возвращеньем встречают друзья, и на улице наши веселье. С возвращеньем благовестие Христа пронеслось от окрая вселенной. Дальняя дорога, города, разные народы и столицы посетили много государств. Видели мы радостные лица, неземная радость на лице, озарялась светом благовестием. Видели мы братство во Христе, и души словно белые невесты. С возвращеньем встречают друзья, вознесем благодарность мы Богу. С возвращеньем родная земля принимает сынов своих снов. Испытаний много на пути, вот сломалась наша колесница. Боже всемогущий, помоги, надо нам усерднее молиться. Руки брата Господи направь, людям в сердцу проложи дорогу. Ветхое ненужное исправь, и чтобы не взимали денег много. Благовестие, так много преград устраняет Господь своей силой. Благовестие, наши ноги спешат покорить всю Европу, Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Копенгаген. Вот дела не выдержал мотор, возвращаемся в родную Гавань. Ты Россия, нас скорей прими. Стройные березки и равнины, на Алтай в июле мы зашли. Видно, как желтеют Божьи нивы. Благовестие, призыв креста проповедовать падшим заблудшим. Благовестие, встречают друзья, воспоем мы, Асана, все дружно. Благовестие, призыв креста проповедовать падшим заблудшим. Пусть здоровым освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушный. Концерт закончился. Удивался встречи сейчас с Сергеем утром в яках. Алена сообщила, что он вышел онлайн, то есть в данный момент называется онлайн. Он прямо находится в эфире, парализованный. Ну и побежала, пока поговорили. Они, давай за стол хоть маленько. Я не вижу батюшки, ему сказали нет. Батюшки-то он знает или нет? Меня ни один не может. Давайте я позвоню сейчас. Ну как давно, как его нету, сидят и даже никто, и матушки нету. Что-то можно было пересчитать. Нина, прекратить всякую советую, сядь. Может я на машине съезжу за ним? На машине съезжу за батюшкой. Ну узнать сначала, где он, почему его нет. Вдруг он овечек колет, завтра в город ночью уезжает. Он, скорее всего, не знает. Никуда это не денется. Он не бросит же овечку. Главное, знаете, не знает. Я не настаиваю, это чтобы знал. Так, Михаил, пройди сюда поближе. С тебя начнем. Давай не видеть. Вы этого человека, знаете, все? Да. Он принимал крещение здесь. Город Темиртаву, правильно? Да, Темиртаву. Ты немножко скажи, что ты мне давно и говорил. Как ты узнавал о нашей поездке? Откуда? И как это прояснялось? Ну я узнавал из интернета. Попробуем еще. Узнавал из интернета. Сергей Козлов выставлял ролики. Я узнавал. Как это? Ты говорил, как постепенно прояснялось, казалось фантастикой. А, ну да. Я это делаю по заданию Игната Тихоновича. Ютубе, объясняю, Ютуб это система, где все фильмы мира собраны. Миллионы, миллионы, если не миллиарды, фильмы, которые составляют люди. Ютуб называется, это твой, тут ящик, это твой ящик переводится. Твоя коробка, твое место, твоя камера. И у нас есть канал, который так и называется, Открытым оком. Если зряете Ютуб, канал Открытым оком сразу у нас выкинул. И там 1700 фильмов наших. Хорошо. Ну, в этом вот Ютубе стоят у Игната Тихоновича все собрания и занятия. А под занятиями там на полтора часа примерно, час-полтора, там непонятно. Тема идет, она может это, как бы развитие ее идет, начало собрания. Игнатий Тихонович на каждое собрание, он какую-то тему там берет. И какую-то главную мысль хочет вложить людям это, донести до них. И мне надо под этим роликом сделать описание с тем, что он говорит, и чтобы эта мысль никуда не потерялась. Для чего? Люди спрашивают, роликов много, собраний. Ну о чем? Я ищу последнее время собрание ваше. Нашел, но я не могу понять, где вы говорили об Украине. А он как раз это делает, содержание, просматривает заново собрание и говорит, минута такая-то. И фильм идет и написано, пятая, десятая минута. И он составляет ему задание, другому другое задание. Материал-то огромный. Сергей работает по отдельному, тематика, допустим, не собрания, а занятия. А другой там еще о чем-то, скайп называется. Скайп это выходишь, разговариваешь, и с человека видишь, сидишь, и из этой деньги не берут. Может, хоть сутки не говорить. Но говорили-то о разном. Но пока не написано будет, никак не найти. Пока по голосу, по словам не находят. Надо, чтобы напечатано было. И он этим занимается, прослушивает, продолжает. И вот я обратил внимание, как это происходило развитие. Мысль приходила, Игнатий Тихонович, к мыслях, к благовестию в Европе. И вот начиналось это, конечно, вы благовествовали здесь, в Алтайском крае сначала. А потом, в 2011 году, я здесь крестился. В 2011 году Игнатий Тихонович запланировал по России проехать. Но для него это казалось фантастикой. Уже это просто по России проехать. Не было ни машины, ничего не было. Организованной ничего не было. Это организовать все это дело надо. Это все купить, это очень сложно. Но мысль уже у него была, и он ее старался реализовать на практике. И мне просто самому было интересно наблюдать, как у него изначально казалась эта идея фантастичной. А потом она реализовалась действительно, не просто перестала быть фантастичной, а стала реальностью. И вот на сегодняшний день эта идея, она осуществилась в полной мере. Хотя, ну какие там, три года. 2012, 2013, 2014 год. Проехали они по России. Ему, он говорил, что рискнем попасть в Европу. Но это казалось ему тоже нереально. Он говорил, ну а Бог. То есть это, для меня, допустим, вот это вот, хотелось бы даже ролик составить. Выбрать вот эти вот слова, которые, как бы постепенно приходил он к мысли, как это происходило в реальности, и довести до сегодняшнего дня. Мне кажется, это интересно очень. И не только потому, что, ну мне ли интересно, а это еще и поучительно. И это реальность, реальность, которая действительно становится и с фантастикой реальностью. То есть ничего фантастичного нет, то есть и на Бога надеешься, и с Богом живешь. Тут дело в том, что я решил сегодня, допустим, завести еще 10 коров. Что нужно для этого? Где содержать, чем кормить, на что купить, кто будет обихаживать и прочее. Это все вращается вокруг тебя, здесь. Для этого тоже нужно тебя знать, уметь, силу, людей, рынки сбыта. Но это все у тебя вот, а реальность называется. Здесь рядом, здесь другое. С чем поехать? Не просто я решил прокатиться где-то. Это у нас было, это книги. Книг бы не было, ни одной поездки нигде не было. В каждом пункте мы дарим книги. Это книги, 38 книг. Ну примерно полтора раза она дешевле, но вот это дешевое, которое даем. В каждом пункте я оставляю на 20 тысяч 100 рублей. 20 тысяч. Это 750 евро. А вот новые заветы, и для Слову Божьего нету, которые я Путину подарил, это 100 евро. Можно 50. И мы по 5 тысяч вот этих, мы еще подарили только примеры, 50 пунктов за границей. Что для этого нужно было? На чем ехать? Денег нет. И начали обсуждать. Обсуждать у меня первое обсуждение было с Глушковым Игорем Валентиновичем. Сколько брать груза? Ну мы знали, сколько, примерно 750 килограмм за раз брать на неделю. Это если работать очень быстро. Каждый день я должен посетить 5 районных пунктов, 5 городов. Встретиться, вызвать доверие к себе, к книгам, оставить, поблагодарить, следить, побеседовать. Мы же на ходу садились даже, заправляются, Грибов Андреев был, ездил, он знает, как у нас график этот был, уплотненный, спрессованный буквально. Мы сами ездили с нами, ну а то Вадим, приехали, конец, вешаем, коров дают. А это другое. Мы только заправляемся, ночью выходим. Вот здесь мы на восток, когда ездили, график возник уже в пути. Как? Третьяков говорит, давайте так, круглосуточно. А тогда был Вадим по попу, это не пойдет. Это нет, я говорю, я не знаю как, но я думаю, 4 часа надо давать отдыха полного. Потом узнаю у дальнобойщиков, они отдыхают 4 часа. Вот это, вот меня все время удивляет, как Бог показывает, опыта никакого нет. И вдруг я прякну 4 часа, а Бог всегда 3, 5. Почему я сказал 4? Я не могу объяснить. Почему нужно утром вставать всегда в 4.40, потом я уже узнаю через 50 лет что-то. Ну, именно я встаю так и нахожу наконец монастыри, не в 5, не в 4, а в 4.40. И здесь мы в 10 отбой, в 2 часа ночи подъем и опять идем. Мы должны приблизиться к большим городам за ночь. Утром, чтобы когда работать, мы стояли рядом. И дальше мы уже по карте смотрим, где без лежащие. На ночь оставляем самый большой промежуток, который должны проехать, чтобы, ну, далеко. Днем-то мы не будем ехать. И благодаря этому за год прошли 240, а может даже 250 пунктов. Это не полных и месяцев. И вот здесь, когда разговор зашел, купить. Какие? Этот груз. Ну, ничего не известно. Решили брать прицеп. Оказалось, прицеп должен весить не больше половины веса машины. Иначе прицеп-то начнет машину. Ты куда кидать? У кого тащить? Вот такой ребенок-то не может богатыря тащить, а наоборот надо сделать. А машина, например, какая? Деньги. Иномарку взять. Иномарка. А за какие марки брать-то ты ее будешь? Вот эта наша машина обошлась, примерно, в 600, в большей сложности 630 тысяч. Набрали только одну треть 200 тысяч. Остальных-то денег нету. Не нету? Я, когда батюшка приезжает, я с ним встретился только один раз в городе. Он увидел меня выходящего из банка. А ты что здесь делаешь? Я скорее шмыгнул, если ты первый в подвороте не был такого, что вся остальная стоимость лежит на мне. Но у меня задача стояла взять. И крутили, вертели разные марки и пришли к тому, что советовал Игорь Глушков. Потом будет нарицание, он не разбирается, он не где-то, я стою твердо. И именно это. Всех наших правителей пытаются посадить на отечественные машины, чтобы покупали их, а не зарубежные. Мы показали свой патриотизм. Двинули отечественную машину, перед ней на колени остановилась. Я ее зову белая лебедушка. Она перед ними, перед зарубежными. Это просто красавица. Становились и фотографировали Россию. В России-то еще работают заводы, представьте, Португалия, Атлантический океан. Так фотографировали, это надо было видеть. Что для этого еще нужно? Команда. Какая команда? Ну, в команде должен быть я. Как автор, кто по-другому принимает. Должен быть оператор, который снимает. Это все надо снимать. Называется онлайн. То есть мы передвигаемся и выставляют, за нами следят сразу стран люди. И шопер. Шопер должен быть не просто водила. Как руль крутить. Эти наши, они не шопера никакие. Это они умеют только крутить. То же самое вложка. В общем, что камеры первые сверли, деньги-то есть, сливки все дорогу ему промажут. Шопер должен все своими руками разобрать, собрать. Такой может быть только дальнобойщик. И он у нас только один, Николай Крученко. Николай Павлович. И он поедет. Он может не распакаялся уже. С кем-то бы поехал, сошло бы. Со мной никак не проходит. Я в каждую деталь вникаю. Я не шофер, я интуитивно вижу, нельзя приближаться близко к следующей машине. Расстояние должно быть хотя бы метров 10-15. И тут в троллейбусе написано, соблюдайте дистанцию между машиной. Соблюдайте дистанцию. Сзади машина-то не затормозила, ее ударила. А ему вперед-то некуда. Его в лепешку, только из-под железа, вот так рука торчит у мертвого человека. И это мы видели, проезжали. Я говорю, не подъезжайте, ничего не могу сделать. У меня столько с ними было конфликтов. Притом, все, не было конфликтов с Андреем и с Севастьяном. А вот два человека. А остальные просто, ну, ты кто такой? Они командуют. А я там из-под сиденья голос подам. Вот, и опять прячется. Мало-то мне ультимату заявляют. Раз такое дело, я сейчас сяду на пояс и уеду домой. Я так ахну. И второй его товарищ, я тоже сяду на пояс и уеду. А находимся под Ховаровском. Игорь и Вадим попов. Так он потом, Игнать, это не стал делать замечание. Я говорю, у меня есть цель, у вас ее нет. И поэтому я вижу, есть такая пословица, что еще с дурака возьмешь. У меня цель, я ее выполнил. А вы не выполнили, вы уже дезертировали. Ну и они успокоились. Скорость какая. И больше 80. Для меня был оригинал, как Алексей сказал. Эта машина не предназначена для дальних. Вот только по своим регионам, где-то Алтайский край, ну а Кузбасс, не дальше. А о том, что она на Владивосток находка пойдет, в Тихом океану. Безумие. Батюшка так и сказал, безумие. Когда в Москву надели. А потом Москва для нас вообще сделалась, как дом родной. Представь, в прошлом году, куда мы прошли. 15 государств. Начиная с Польши, Германии, Австрии и прочее. И вот это надо было все соединить. Дальше книги эти с собой не возьмешь. Нужно заранее отправить. Найти место, куда отправить. Кто там их примет, кто разгрузит. Как мы будем каждую неделю загружаться. Это 3800 килограмм. Это большой контейнер. Надо найти кто. Как можно меньше заплатить. Столько новых вопросов. И я это все говорил. И брат Михаил, он это подлетел. Как постепенно картина начинала прояснять все из тумана. А то, что мы поедем в Францию, Испанию, Португалию, а Лиссабон стоит прямо на краю Атлантического океана. Об этом даже речи не было. Но это все подошло. Когда уже позади 6 мусульманских республик были. И вот, когда все это оформилось, вот теперь видно 6 качеств лидера. Первое знание. Я должен знать все, представлять. Первое это воображение. Вообразить, как это будет. Он это все подметил. Почему другие не подметили? Вы познакомьтесь поближе с этим человеком. Не обо мне речь идет, а о нем. Вот и начинает. Вот Сергей Купков. Вот он перед вами снимает где-то. Начинает хамить. Прямо хамит. Я говорю, скажи, Сергей, ты представляешь, что Михаил Кальмаев мог бы такие слова сказать? Молчит. Но ты его с ним ездил вместе в одной машине. Может он такие слова сказать мне? Нет, не может. А он едет, и когда уже вечером поужинали, вот видите, как он ко мне подойдет. Как я счастлив, что меня взяли. Как много бы я научился. И в день раза три подойдет вот этот человек. И я ему этому ставил в пример. Такой же человек, так же пришел из мира. И все. Но почему его отношение другое-то? Он через катушки, которые я раньше насчитывал, пришел человек. Через катушки. Потом попала книга, потом созвонились. Я ему отказал, зачем тебе сюда ехать. Его это как будто даже удивило. Как так? Я прошу себя, зачем тебе книгу, у тебя есть. Но второй раз когда позвонил, я ему решил приехать. А теперь и мама приехала, крестилась. И там Нина Филонова, и еще там сестра одна. Видите. Дальше началась работа. Из-за чего? Потому что он искренне это принял. И мы еще, видишь, опять же тело. Мы приезжаем в этот же день. Вот. Это первое воображение должно быть у лидера. Второе знание. То есть я должен был знать, что я попадаю в роль лидера. Ну не надо жеманничать. Так оно и есть. Я должен был знать все. Как? Кому? Куда? Тут уже связи батюшкина. Иван Слоров. У него родной брат в шахтах. Там принят. У него есть место. Сказали, все сделает как надо. Я его не знаю. Кто он? Какого возраста? А потом узнай. Мы сделаем сарабей родных. Туда заслать, когда контейнер большой приходит. Это 12 метров долгуша. И он по России едет. И все это было сделано в прошлом году. Дальше умение. Как это сделать? Вот умение. Ну же в диле показано было. Что брать с собой? Сколько средств? Сколько на бензин? Высчитываем. В каком регионе? Какое? Машина сколько? Мы не знали, что она как танк живет. И что нас везде будут где штрафовать или налоги брать по грузовой машине. Я говорю, и ставят с грузовыми долгушами. Мы столько времени... Но по-другому нельзя. Она пассажирская. Нет, груза пассажирская. Она берет 750 килограмм. И 7 человек. А 7 как раз будет надо. Мы остались на 3. Даша с собакой. Собака у меня занимает сколько места. И я на задних 4 сиденья занимаю мы вдвоем. Машина идеально подошла под наши условия. Это... Она должна пройти в любом месте. Для ведущих должно быть. Это первое условие. Много заграничных этих... Да они там носа не сунут, где мы прошли. Шли по пескам, где по самую ступицу. Это пол колес. Кто там у нас был за рулем? Не ты или Андрей? Или для Малинового озера-то когда шли? Кто же там был-то? Это вообще... Только гнать, только... Кончилось, пошла, назад поворачивать негде одна колея. Вперед. А дальше один песок. А корень-то идет, дорогу перегораживает. Песок-то осыпался, а корень торчит. Как ударит ее, как подбросит. Мы там все переломали внутри. Там-то что было еще? Малиновый озер где здесь есть? На него только тогда вышли. Кто был за рулем, сейчас не знаю. Может, Севастян даже был. Я как раз был. На юге Алтая. Да. На юге Алтая. Это ты и был. Ну, помнишь, как было? Только дави, только застрянешь. Там не выйти, не позвонить, никому ты не нужен. Там никто не ездит. Это все в машине должно быть. По Енисею, когда мы шли, переплывали, там какие. Вот это надо было в машину все это вложить. Это было выполнено. Ругать машину трудно в моем присутствии. Я покажу. Она имеет ряд преимуществ, которые иномарки не имеют. А иномарками, что у них не ладится. Мы там были в сервисах. По 80 машин стоит. В другом сервисе 60 машин. В моторах копаются. Да, они заправиться доехали. Сели заправляться. И чего попал огородик. То есть наша машина оправдалась. Ее можно сегодня сейчас под колпак стекло ставить и показывать. Такой машины не было. Не было, и мы заранее скажем, и не будет. На заводе мы сказали, мы ваши нештатные менеджеры, которые по всему миру рекламируют вашу продукцию. И все сделают бесплатно для нас. И накормят бесплатно. Ну а дальше уже приблизились к этому времени. Я в общем так сказал. Ну Михаил это уже понял, что идет дело к воплощению. Одно дело, одно мы говорили как фантазия. Каждое выступление я все больше уточнял, говорил. То есть я ничего не меняю. Вот говорят, ну ты вот столько верующий. У тебя что-то какие-то верил так, а потом стал вот так. У меня не было ни разу. Вот я уверовал сегодня, и меня Бог сразу поднял и вложил. Только углублялась. Я знал, надо быть свидетелем, свидетельствовать, миссионерствовать, говорить. Но я знал там на корабле. Но что я на кораблях поплылу со своей машиной, со своими книгами, со своими друзьями, со своей собакой, и по всему миру, конечно, об этом не думал. Ну а что изменилось? Только что углубилось, расширилось. У меня не было изменений, знаний, умений. Четвертое качество, лидер, это решительность. Были, которые говорили, это нельзя, это невозможно, там за рубежом ни одной детали не найдешь. Это все правильно было. Но на нас не сработало, потому что Бог вмешался и на руках своих хватах перенес. Пятое качество, лидер, должен быть беспощаден. Он должен быть беспощаден. Люди не понимают, как же ты живешь. Беспощаден к разгильдяйству, к недержанию своего слова. Пообещал, не выполнил. Я с ними должен безжалостно расстаться, иначе он будет просто обузой. И последнее качество, вот все остальные, я говорю, допустим, с Дубуновым Игорем, он соглашается, у него все хватает, и решительности, и беспощадности. Но шестое качество лидера, последнее, не добудет никак. Это привлекательность. Привлекательность этого человека, то он все время в центре событий должен быть, хотя бы его там и не было. Несмотря на эти впереди качества, он должен быть во всем примером. И за глаза они его не хулить будут, оставить примером. Вот эта привлекательность образа, она дается только от Бога. Трудом, постом и молитвой. И нам, ну Бог позволил, теперь можем сказать, Бог это все нам дал. Когда нынче мы надумали, стали прорабатывать маршрут. В прошлом году мы проехали Польшу, Польшу, Украину вдоль и поперек. А нынче-то Украина не та. Там пожар. Нашлись люди, которые говорят, мы будем ходатайство сдаваться, Дорожные службы Украины, чтобы дали охрану вам. Группа автоматчиков. Человека четыре. Те говорят, проедут они Луганск, который сейчас громят. Ну а дальше-то другая, это другая система-то. Если те дают, Турчина был, Турчина не пропустит. А Порошенко-то этого и не было тогда. Порошенко. Это я его Порошенко зову. Какой там? Что делать? Маршруты следующие выбирают. По Белоруссии пройти с западной стороной, по границе пройти. Не прошло. Тогда через Польшу, через Сербию и дальше. Но у нас впереди два пункта, которые мы должны пройти. Опуститься в Воронеж, со ставки, а у нас ставка в Калужской области, и зайти в шахты, где нас ждали. А это обратно поднимается тысячи километров. И вдруг выходит на нас Марина Коимчуги и говорит, новый путь открылся, и наши люди уже едут, и путь хороший. Это надо идти через Северную Осетию. Я вам говорю, как будто через Урывку идти. Дальше опускаемся в Грузию, как будто в Корщину переходим. И там прямой путь открыт в Турцию. И в Турцию, как будто в Шарщину куда-то. Мы еще не знали, что за этими словами стоит. Но что интересно, Марина сказала, с ней незнакомый человек из Греции, но он знает нас по интернету. И он говорит, открылась новая дорога через Турцию. Там автоматчиков увидите, так они это охраняют. Потому что там у них есть такие, с кем-то они не ладят. Какой они северный, с кем они воюют? Какие-то у них? Там Курды, по-моему. Курды, да. Вот это от них. Это все мы потом увидим. Третий человек за день выходит, и тоже советующий через Турцию. Вопрос решен. И объявил, от Бога ответ получен. Турция. Те рассуждения наши упирались в тупик. Мы едем в Воронеж, и так дальше идем, мы ничего не теряем. Так, внимание. Глаза не зажмуряйте. Зажмуряйте, там, где у вас будет трудно. От ужаса зажимать будете. Мы едем, встречаемся. Парализованный Сергей, который в Воронеже. Сергей Козлов. Парализованный конописец. О нем отдельный разговор. Это удивительнейший человек. Мернул, ударился головой об ревро. Семь позвонков дребезли. Его через 15 минут из воды вытащили и положили мертвую. А на шисом рядом люди говорят, да вы хоть покачайте ее, может, только через колено нагнуть. И из него вода-то вытекла и он задышал. Но когда ему гимнастику-то тут делали, из него-то, у него эти осколки перерезали весь спиной мозг. Вот это-то. И он теперь 12 лет полностью парализованный. Но кверху, который язык остался целый. У него так вот руки и движется вот этот состав. И вот так он, вот так на иконы. По иконам на первом месте в мире стоит. В интернете. Такие иконы рисует. Вот так вот движет эту мышку-то. Это рисует. У него такие знания по интернету, по всему. И у него духовное прозрение. Мы только два раза с ним поговорили. Он говорит, я вас понял. У вас есть желание умереть за Христа. Не просто пострадать в тюрьме побыть, а умереть. И какой бы вопрос ни коснулись, он его касается, но умеет пятиться. Не так. Он сразу отступает и видит, говорит, да, я тут не прав был. Я сейчас бегал как раз с ним и говорил. Лена сказала, что он вышел на связь. Все через него сейчас идет. Парализованный. 12 лет лежит на вытяжку. Рост метр девяносто, кажется. У тебя сколько? Дверь. Ну вот, даже больше лежу. Представьте, ну какой герой. Испытал все. 23 года слег. И никакой надежды нету на исцеление. Никакой. У него там трубочки разные показывают в животе, как там что-то делают. Он вес в это. И все соображает дело. Сейчас я с ним разговаривал. Сергей Козлов. Запишите его себе в синодик, молиться о нем. Мы с ним встретились. Дальше едем. Осетия, Владикавказ. Все проходим. Наша дорога на Грузию. Никаких машин нет. Ребята, что-то не ладено. Дорога пустая. Как она может быть пустая? Ну подойдите, спросите, что-то там не ладится, сказали. А что никто не знает? Ну что, поворачиваем назад? Ну почему? Давайте до конца узнаем. Мы доехали. Доехали, там замок. Таможня-то. Пропуска нет. А куда? Там гора, тут гора, и тут перегорожено. Он вышел и говорит, обвал в горах. И уже 13 дней или 15 там борьба идет, дорогу расчистит, и еще неделя будет. Ну остановитесь рядом, неделю ждите, а будет или не будет. Мы принимаем решение идти в обход. Вернулись в Владикавказ, Осетии, поворачиваем, идем через Чечню, идем через Азербайджан, попадаем в Грецию. В Грецию, в Грузию. Вот какие данные, значит, по Азербайджану нам пришлось пройти 773 километра, которые нам, это лишний в обход. По Грузии 487, а дальше Турция 1608, и все это по жаре. Итого 2868. Как, Лужков? Впечатляет. Впечатляет, да? Да. Это только мы подойдем к границе Греции, куда мы должны коим-чурик Марине в Афины попасть. А там уже... Это Шенген открывается. Мы в Шенген опаздываем почти на 5 дней. 9-го вошли, а надо войти было 5-го. Почему? Английское посольство задержало. Документы взяли, никак. Тут Устинов Леша ходил туда, узнавал. Кончились все сроки, не возвращают документы. Паспорта-то отошли, у нас теперь ни Шенгена никакого, мы беспаспортные. Теперь, если мы выезжаем, они высылают, нужно срочно перехватить и сразу, чтобы нам отсылали. И Алексей для этого уходил. Мы туда приезжаем, посольство, документы здесь еще. Почему их не возвращают, не говорят. Мы должны быть, это в Англии открывают. А в Англии открывают, это... Там особые отпечатки пальцев в Новосибирск поехали, сдали, там сняли, глаза, сетчатку, других нету и большая сумма берется. Но оговор-то, если мы не откроем, то деньги мне не возвращаются. Ну, нам должны открыть, потому что по вызову пастора едем, выступить на конференции я должен в Англии и едем на короткое время, 10 дней, и второй раз мы в Шенгене. Замечаний нету. Все. Кое-кое-как. Когда сказали, мы добьемся посла, где-то, какой посла, там посольство близко не подпускают на выстрел-то. Но он вышел, помощник посла. Господь как сделал? Я сделал везде подарки, книгами. Ну, и сказали, ехать нужно в визовой центр Москвы. Документы дать мы не можем, только определенный порядок. Так, знаете, пересядь в другое место, не мучай себя. Ну, не надо это. Да у меня глаза полетят. Так, внимательно, не обманывай сама себя, ты спишь. Пятый раз уже. И мы едем в визовой центр, и там дать дают. Мы же листаем паспорт, визу нету. Еще, да не может быть, нету отказа. А почему отказ? И тогда он вытаскивает конверты большие и говорит, посмотрите, конверты опечатанные. Я при вас открываю. Вскрывает. По-английски написано. Почему нам отказали? Но когда мы ехали, с нами был один священник и говорит, зачем вы едете в Англию? Это центр масонства, мирового правительства, где вот это все делает, смута революции, откуда идет. Вы зачем туда едете-то? Там они что угодно могут сделать. Ну, приглашенное мы едем. Все. И они пишут, потому что у вас не указано число приглашения. Причина-то никакая совсем. Не указано число, может, там где-то указано было. И второе. По 2000 евро на 10 дней вам не хватит. Я говорю, да на нас там все берут, но причин нету. Я тогда стал припоминать, почему отказали. я издавал материал о масонстве о М1-М5. Я 14 лет работал о мировом масонстве. Материал какой был. И однажды мне встречается человек, Александр Тихонович Черников. Молодежь Алтай была такая газета и он между Колосьев и Звезд и для слова Божьей Нерусс он такие есть статьи. Он в лагере здесь был. Хороший журналист. Встретился на вокзале и говорит, Игнать Тихонович, у меня заказ от радиостанции Свобода масонская против вас. Я говорю, а чего я? Не знаю, но меня избрали и я пишу сейчас против вас. Масона заказали. Я говорю, да ты что, вторая неделя не могу ничего написать. Вторая неделя журналист, Бойкин на язык еще не может написать. Я говорю, ты зря взялся за это. Этого нельзя делать. Ты правду любишь. Как ты будешь неправду писать-то? Но то, что он взялся писать, это ему даром не пройдет. Каким-то образом он связался с этими братками, берет деньги и не отдает. А у них называется включить счетчик. Сейчас у тебя будут проценты идти и проценты там скакать будут. Уже дней 10 уже в два раза больше. А нет дальше голову на плаху. Кабанчика резать. И он бросил жену, детей и убежал по сегодняшний день нигде не от Барнауля. То есть к берущим нельзя прикасаться. Я знаю, я избранный, Божий, поэтому меня не трожьте. Не задевайте, вы будете страдать. Так и получилось. И Господь нас избавил. Но так как мы надеялись попасть в Лондон, Ксения Дэна, она туда директор Кестовского института была, в Шотландию и в Ирландию, а которые приглашали, он говорит, да слез, а что, когда отказали, там уже ждали, отпуска сводили к тому, по Англии будем ехать, протестанты там ждут, с вами за это время ознакомились по интернету, и вдруг отказ. Я говорю, за этим что-то есть, его звать Андрей, а он оказался латыш Сисенис, фамилия его. Он тогда говорит, тогда хоть по Латвии помогу вам. Это Господь сделал так. Мы оставляем им материалы, материалы-то мы оставили, где мы оставили-то? Да ужанны, исправника, во Франции оставили. Самое близкое к Ламаншу, к проливу, и они туда заберут, и тогда уже будет. То есть, мы ничего фактически не потеряли. Но, когда по югу-то пошли, больше всего уделила меня Греция. Только заезжаешь, километров 11 проехали, площадка, заезжай. Обычно, главное, это не министерство просвещения, главное, это туалет. Никуда не уйдешь, асфальт никуда нету. Ни платного, ни бесплатного. А тут только подходишь, дверь открывается, туалет, душ, все бесплатно, никого нигде нету. Вот сделали для людей, и никто не пакостит. Настолько это привлекательно, но я не знал, что они заманывают нас. Дальше они с нас будут деньги в другом месте драть. 14 пунктов нас остановят, пока доедем до Плотниковых и взыщут с нас деньги. За все, где я там был, где заходил, где мылся, где воды брал. то есть я к этому уже переношу. Но главное, то доехали, они встретили на дороге, созвонились, приняли по первому классу. Ну, вот их, вам не надо представлять. И Митя выехал, и сиумку, которые вели, сегодня мне сделали, уже замечание. Как снимали? Там какие-то баптисты снимали, их на Митю даже не повернут, не видят. непрофессионально снимаете. Володя, говорит, стал снимать лучшую. Ну, Володя, а сколько тискал-то за это? Ну, как говорят, можно повернуть, остановить на нем и видеть. Сейчас говорят, приходят, и нигде Мити нету. А теперь как можно? Ну, спрашивают с кого? Режиссер рядом сидит. Я же не вижу, что ты снимаешь. Ох, побыли мы там, снабдили нас, библиотеку пошли, а там не принимали, а я пришел, все приняли, и сейчас благодарное слово, это автор. А дальше Митя поет с нами три часа в тот порт, как он называется? Сейчас не помню. Ну, да, на баре платье. Греческий порт. Да, порт. Похоже такое название. И посадили, купили, и все это. В 14 часов морем. А расскажите, что было с вами на турецкой таможне, что произошло? Я маленько вернусь тогда. Вот, турецкая таможня, когда говорят, самое такое, большое свидетельство, где было? В Турции, на таможне. То, по-человечески, можно что-то объяснить, по-божественному, только голову слонить и плакать. Когда мы заезжали в Грузию, то они так, у вас что тут такое, книги? Значит, опечатать. Они опечатывают, печать свою ставят, там пломба стоит, открыть нельзя. А когда будем выезжать, они смотрят. А если они увидят, что пломба сорвана, платить-то тут 5 тысяч евро, допустим. То есть, баснословная цена, и поэтому ты следи, чтобы тебе не оторвали пломбу. А когда я прохожу, значит, я не заходил, ничего у них не осталось. А то они придумали. В других странах этого нету, нигде. И мы так и сделали. И заходить-то дальше мы из Грузии, это в Турцию, а пломбировали, я не знаю, в Азербайджане, наверное. В Азербайджане. В Азербайджане аплодировали там ее. Дальше мы прошли это. Заходим в Турцию. Снимать пломбу или не снимать? Если мы ее не снимаем, значит, они не заглядывают, мы пройдем. А снимем, это полностью разгружать, они должны проверять. А остановились на варианте на этом. И они за это зацепились. Нам не открывают, вы не открываете, ну и дальше началось что-то там такое. А в это время рядом люди какие-то слушают, кто говорят, и по-русски говорят. А нам это только надо. Но я не знал, что это там, где таможня идет, таможенная мафия. Они нас на крючок сразу друг другу передали по цепочке, я их насчитал, семь человек. Любыми путями нас обобрать. Но мы молились. И вот на таможне на это, тормознули нас очень крепко, турецкая. Не выпускают. Выхода никакого нет. Чтобы нас выпустили, это где-то они начинают стоить, сто долларов отдайте. А справки никакой нет. Я говорю, это обман. Это не государственная организация. Это я еще не понял, когда увидел, что второй цепляется, вдруг третий появляется. У них разветвленная сеть где-то. Ну, я говорю, ничего не делать, не говорить. Они уже проходят несколько минут, 200 евро. 300, 400, 500, 600 евро. То есть, они думают, мы везем евро, забитые от кабины. Я сказал, никуда не отходить. И вот, где мы стоим здесь, работают, тут идут, где машины проходят, сидят, подают документы. Даша еще один в кабинке работает. Они нас все это видят. А здесь перед нами стекло огромное. И там точно так же идут люди с непрерывным потоком. Я говорю, встанем на молитву. И мы стояли и молились. В общем, тоже 17 часов. Молились, простирали руки к Богу, вопияли, становились на колени, они легли спать, и я ночью там молился еще. И Бог открыл двери. Но они утром-то эти, как называем, опять изменяются. И одного поставили, он по-русски лучше всех и говорит. И он постоял рядом, посмотрел. Я слышал, он говорит, этих нельзя. Этих нельзя. До этого не говорили, начальника там никакого нет. А начальник где-то, вдруг начальник нашелся, мы с ним переговорили, по-английски он плоховато говорит. А это, которые видели молимся, турчанки, вытащили кофе им, выпить, и ребятам дали, чай там угощать. То есть, остальные людей были уже повернуты. А потом, когда вы уезжали, они еще хотели дать, а вот воды бы так, отпрыли такие большие бутыли, они перепрокидываются. Но они распечатаны, тут же распечатаны, нам дали. И дали хороших людей, которые мы вскрыли пломбу, сорвали, все посмотрели, все нормально. И нас выпускают. Вот это в Турции, мы стояли 12 часов на молитве. Никакого человеческого влияния не было. Говорить не приходилось. А говорит, что мы просто молились. И Бог отверз двери. И там встречается такое слово в литературе, потрясающее. Там была обстановка, потрясающая. Там картина потрясающая. Я сказал, слово потрясающее, нигде не употреблять, только на молитве. Вот здесь было потрясение. Говорится, небо и земли. Я стоял на коленях и плакал там. И Бог начал все разворачивать вот так вот. И к начальству принял. А прямо напротив мы стоим молимся, полицейский участок. И вся полиция выходит и на нас, турецкая-то. И он меняется только. И опять стоят. И там уже молва все больше. Нас никуда не девают. А мы молимся. Сейчас, второе, третье, двенадцатый. И они ничего не могут. Мы нигде ничего не говорим. Там Турция. Там не скажешь. А именно молитвы. И молитва там. Кланяемся. И наконец одна русская подходит. У вас какие-то проблемы? Я еще не догадался. А она из тех, из этой группы. И сколько они там просят, ничего не сделаешь. Видимо придется вам отдать. Все-таки. Иначе отсюда тут не выйдешь. Что другое. Это уже женщину подставили. Одна из них-то. Я опять. А этого куда-то отвлекли в сторону. Ему уже там деньги накручивать. Я сказал. Не ходите на шахт никуда от меня. Стойте рядом. И мы все трое стояли и молились. И Бог открыл двери. А дальше дай Бог ноги. И в Турции мы там уже поняли, что брали сливки. Сейчас сливок пропало. Мы везде задерживали. Жара такая-то. И приходится оставить. Мы перед Богом. Мы-то для Бога сделали. Глушков и барабаш. Самая легкая была из Турции, когда выходили из Греции. Ну, 20 лет там уже пролетели. Ну, а дальше по частям. Когда посадили на это, мы еще не знали. Говорили, собака с собой. Собака с собой не идет. Она в машине. Но собака-то не может. Ну, надо выводить ее. Что делать-то? Ну, как-то он не ел или что-то. Мы не знаем, как сделать-то. Ну, зашли собака здесь. Николай сидит там с собакой. Я видите, говорю, пойдем пофотографируем. На верху с палубы. А паром, это неплохо. Это корабль. Корабль 200 метров длиной. И вот эта фура, которая здоровая-то везет, эти, они прижатые, 20 тонн. А совсем... Она 25. И вот они на корабль, на паром заходят, я считаю, 1, 20, 30, 70, 80, 120. И они все распрещаются по палубам. И даже не видно, что корабль погружается. Какой объем его. Ну, и наша там где-то прилепилась. Ну, нам его видать. Я говорю, пойдем, давайте пофотографируем с палубы. Ну, чего плохого-то? Мы когда бы не ехали, на паромах везде фотографировали. Но раз на раз не сводится. Мы пофотографировали. Ну, пойдем, Николай, там посмотрим, как шик. Дверь заперта. С палубы вниз не сойдешь. То есть, с верхней палубы на нижний. Перекрыли. А туда эскалатор нас подвезли. Как в метро мы удивлялись. Они знают, что нас завлекают. И все, назад ходу нету. А этот Николай не дает свой телефон. Так и не понял, почему. Ему позвонить нельзя. Что мы заблокировали. Но никак. Мы ходили-ходили. Ну, по палубе ходи. Смотри, вниз не спустишься. Но свобода наша уже ограничена. Там с собакой человек. Как дать ему знать, что мы... Мы нашли дверь такая, открывается лифт. Мы в этот лифт зашли. Стук. Лифт закрылся. Пространство наше теперь ограничено одним листом. Мы теперь из лифта не можем вылезти. Вот как фильмы. Иван Васильевич меняет пропишки. Мы кнопки нажимаем, но никуда не стоит. Не позвонить, ничего. И мы теперь спокойно успокоились. Вот так. Пришло смс от Анны Курчина. Витя, почему оставили брата одного? Твой брата одного оставили там. То есть она по интернету уже прислала. А мы в кабинке получаем сменение. Я откуда? Из Барнаула. А он не дает знать. А он, видимо, там ей дал, а она на нас. Да, пожалуйста. А он не дает свой телефон. Так и не дал свой телефон. Это не мой телефон. Я не знаю причина такая. Просто не знаю. А там, если ты принимаешь, с тебя деньги все равно высчитываются. Если тебе звонят, большие деньги высчитываются. Витя, поехал, сколько у тебя было на нем? Две тысячи две половины. Тысячи две. А когда выезжал, уже четыре лежало. Там нас так икали, деньги переслали несколько раз, на счет его уложили. Это нас вели. Наши люди, с которыми мы и встречались на сегодняшний день. Сколько у Бога доброты. Ну а теперь-то, когда выпустили нас, лифт открылся, мы стали спрашивать, как туда пройти. Я говорю, а вон там дальше стойка и там сидит женщина. Мы идем туда к женщине. Ну думаю, будем просить. Я только подхожу, а она, мистер Лапкин. Думаю, что она знает, что... Как она могла меня узнать-то, что я в лифте-то сидел-то. Все данные мои выдаются. Так, и он считывает мне какие-то деньги, копейки. За что? Надо понимать. Оказывается, когда мы заходили, они замеряют машину, сколько она. Если она выше двух... с половиной метров, то есть тебя еще выше, то может половина этого... Доплачивали мы еще. Доплачивать надо. А теперь доплачивать. А корабль-то уже вот-вот отходит. Беги. А там где-то через дорогу, да выйди там где-то, доплати. А вот отходит, который говорит, не пускай, давай деньги. Ну это как у нас так же. Не так. Он посчитал сколько, он нажал, сообщил на корабль, что деньги такие, значит столько-то им отдать. У него сдачи нету. И они уже знают, он взял с меня больше, потому что у нас ассигнация такая была. Но несмотря на все это, сдачи они сдали. Ну а теперь она сказала, который мужчина сидит, мы перед ним. Просим. Он говорит, три часа еще ждать, тогда разрешаться идти. Я говорю, собаку прогулять. Три часа. Я говорю, да собака не может сдать. Три часа. Вы же иногда так, выйдите с дороги. Мы отошли в сторонке, стоим, крестимся, молимся. Ну еще давай дальше ходить, фотографировать теперь свободно. А Николай там парится в машине один. С собакой. Ходили уже, смеялись, как попались в эту ситуацию. А там надо видеть. А где люди, у всех каюты какие-то, а есть такая общая, где кино смотрят они там, там большие экраны. И сиденья, играются эти. И божелещи на него ноги вытянуть. Три сиденья вместе, как бы одно. И люди ложатся, ну разутые, все как надо. Ну вот дали нам, пошли. Собаку вел, а собака-то она не идет. Ей кустик надо. А тут железо везде. Он походил, не идет. Ему надо, он скрыто не идет. Я его обратно туда. А теперь Николай, который нас туда свел, он маящит назад. Я говорю, он говорит, что, что, он уходит? Он говорит, забирай вещишки и заходи сюда. Ну теперь давай, что с собой поесть, что попить. Мы все взяли, собака привязана, безнаморника, хлопнули дверь, пошли. Я говорю, а тут кто угодно придет? Он говорит, это не в России, тут никто не придет. Но у меня какие деньги были, я все в сумочку сложил, на руку намотал, сумочка, так и хожу. Никто не знает, какая стоимость. Я по-русски себя веду. Я никому не доверяю, все сложил. Говорю, главное богатство, здесь охраняйте меня. И потом буду, когда спать там, ночью-то, в каюте, то есть, не в каюте, а где кино смотрят-то, я прижался, у меня не вытащен было, никак. А эти они не видели, я им не доверяю, даже я им не доверял. Какая-то другая сумка, они говорят, спицы, ну, порядка лежит, но там никто не берет. Ну вот, плывем, в 14 часов и останавливается Бари, Бари, где мощи святителя Николая. И туда едут русские паломники. Мы встречаемся со священниками, беседуем, даем им наши визитки. А они куда успеем, мы на службу не успеем. У них одна забота. На службу попасть, а нам, мы махнули дальше по Италии. Мы к папе Римскому едем. Сказать нельзя, или тяки. Мы папе Римскому и не еди, кто Франциску подарим книги обоим папам. Нам речь? Опа, папский, где площадь, собор Петра. Мы все обошли, все засняли. Все засняли. В Риме. Посередине, это Ватикан, где находится. Ну, когда приехали, машина-то на ходу, у нас даже разговора никаких нет. Она несется, я зову Белая Лебедушка. Она мне очень нравится, машина освещенная, все пункты сходятся, и ведущие, и здесь. Ну, а что? Теперь по Италии. А в Италии-то мы ни разу не были. А теперь мы увидели, что за народ. Которые летают самолетом, они кроме аэропорта ничего не видят. Кто едет на корабле, на поезде, они не видят ничего, кроме перрона. Мы видим все, это тысячи километров. Мы можем свернуть, где можно выехать, в городе, по-любому городу поколесить, купить. Самое ценное, это на своей машине. Это везде в интернете говорят. Ну, я хозяин положения. Я могу свернуть, сейчас оттуда сразу повернуть домой. На половине прервать свое путешествие. И вот посмотрели, как они обихаживают виноградники. А еще в Турции, вот так вот, наклонно земля, и они вот такими террасками делают, и ровно как и залито водою для риса. Гектар, два гектара, и рис уже растет. Дальше опять ступеньки, камнями выложены, и никуда вода не течет. Опять ровнейшая площадка, залито ровно, и торчат одинаковые эти растения. А вот в Италии смотришь, как они разные там, которые на продажу, которые в горшках. И эти, это все, это все, они высаживают. и плантации. Виноград небольшой, весь виноград вот такой вот, чтобы выбирать легко. Но до того, видимо, у них много богато. Ну, Италия. И вот Италия, что делают они? А запомнилось. Они нигде, вот как у нас, если гора встречается, ну, вот так вот выпиливают, там, ну, едет, а тут там, а камни сыпятся. Они так, они через гору прямиком тоннель. И тоннель едешь, сколько минуты, тоннель кончился. Только вылетел, ну, видишь, второй тоннель начинает. Там третий тоннель. Иной тоннель может идти минут 15. Идет, идет несколько километров. И это тоннель, это так, машина идет в одном направлении, с той стороны другая машина, все освещается, вентиляторы крутятся. Там такая работа. Этих тоннелей числа нету. У нас проедешь, ни одного тоннеля так по кузову пасту. Роет, разрывает, там не так все это делается. И все это ровно, где провал, такие высокие мосты, на одном мосте были, в Лиссабоне. 24 километра один мост. Километра. Не метра. Это самое большое в Европе. Ну, и Италия очень понравилась. Турция понравилась. Турция, любимый народ. И когда говорят, Россию будут делить, и какая часть Америки отходит, это уже карта уже выпускают, Китаю, то вот эта южная часть идет в Турцию. Там я понимал, это так будет. Но почему Турция? Посмотрел я на нее и сказал, это справедливо. Наша территория никому не нужна. Заброшенные, загаженные, пустые села, деревни, ничего нет. За время перестройки только убито в утробе матери 120 миллионов. Страна полностью исчезает. И жалеть ее не надо. Только плакать можешь. Не удерживай меч, Господень открови. Единственное, что еще удерживают другие, это атомная война. Ну, наконец, они решатся, сожгут Москву. Мы знаем по описанию. Ну, а мы катим по Италии. Теперь у нас по карте мы смотрим, где мимо. Первое пропустили Монако, главный горный дом. Дело было уже к ночи. Ну, проехали. А дальше? Дальше Франция, Испания. Из всех неверующих стран я нашел самая неверующая Испания. Они поклоняются быку. Везде громадные быки на горах. Ну, это быки-то. Просто валы какие-то. Они на арене. И у них на горах, на самых вершинах далеко-далеко видно стоит бык. А когда в пророке поравняешься, это она закреплена. Крепко такой бык стоит. Это неподкастрированный. Какие у него рога. То есть они на кориду готовят их. С одной горы на другую бык идет. Это идолопоклонники. Испания самая католическая страна. Мадрид. Проходим Мадрид. Сшиблись. А несчастья начались наши, если так можно назвать, еще в Азербайджане. Купили новый навигатор. Кто не знает навигатор, это прибор, который у него зарядишь, куда ехать, и он показывает. Какой дом, какая улица, какой город. И она показывает. Если рядом озеро идет, озера появляются, и ползут перед тобой. ты зарядил, и она показывает. Повернет налево, и голос говорит, поверните налево, поверните направо. Так все. И новый навигатор, Гавриил, где работает, сам там купил, проверил. Видите, Фетериму Адали зарядил, он сейчас поработал и сдох. Может, наша какая-то была вина, но вряд ли какая вина там. Просто так не повезло. Но старый навигатор был, в него там переставили, и он маленько нам где-то помогал. Но у него Европа-то не заряжена была. Ну как-то сумелись. Видите, главное это делал. Ну флэш-карту снова переставили, и тот потянул. Мощность-то меньше, но он все равно потянул. Ну и сбились, он не показывает. И в Испании пошли на север, гонят, и гонят, и гонят. А я сзади туда лег, еще со мной не советуются. остановились где-то пустыня. Где? В каком месте? По карте хотя бы посмотреть. Наконец, кое-как узнали, что идем не в том направлении. Север надо поворачивать к югу. Ну и еще там повернули, нету заправки. Нету заправки. Представьте, ты едешь, нет заправки. Пока выйдем, ну когда выше. И вот она, Португалия. Там все тысячекилометровое пространство. Франция тысяча, тысяча. Это не игрушка. Везде надо заправиться, вывезти собаку. Везде деньги. Вот. Вот собака, я ее 280 раз выводил на прогулку. Это его отстегнуть надо, с ним сойти, надеть на мордик, где бывает, прогуляться, найти, где трава, и не там, где подстригают, а куда-то уйти дальше, и опять ворио успеет заскочить, опять его пристегнуть, этот отстегнуть, это 280 раз. Но я его люблю, и поэтому из них большие друзья. Сережа, подтверждаешь? Подтверждаю. Подтверждаю. Ну, вот едем. И вот остановка в Лиссабоне. Что интересно, вот у Николая Крущина, у него интуитивное щитье. Прибор ничего не показывает. Мы не знаем, куда мы едем. Мы знаем, надо искать центральную библиотеку. Где она? А машины несутся, а машины в Стамбуле нигде больше не видал. А мне хотелось под сиденьем спрятаться. Вот так три машины. Четыре, пять могут есть здесь. В обратном пять. Дальше, ну, в глазах видно, туда точно так же столько же еще. То есть на одну трассу уже не могут вмещаться. А именно отделенная здесь пять, оттуда пять или четыре. Дальше маленько провал туда, дальше опять туда и обратно столько. И вот так вот, и там вверху все эти разводы, мосты, и все это... где-то километров 50 город идет, портовый город. Конца края его нет нигде. И все-таки нашли библиотеку. Константинополь бывший. А? Стамбул, Константинополь. Византийский Компире. Ну, а вот когда тут было, едем, куда сворачивать? Страсты свернуть, только можно, ну, где стрелка говорит. Вдруг Николай будет право. Зачем он свернул? Ничего не знаю пока, что-то будет. Сидят пенсионеры. Три пенсионера, один с собакой. Ротвейлер хороший, мощная собака. Там ветер снимет, можно будет увидеть. Мы начинаем говорить, они ничего не знают. И тогда этот мужчина подходит, очень чисто говорит по-английски, медленно. Мы стали говорить ему. А мы еще не знали, денег-то брать надо с тобой. По 2000 евро. 2000 на 50, по 100 тысяч каждому надо. и там дали бумажки синенькие, прям синенькие вот такие по 500. А их нигде не берут. Большие деньги они просто боятся. Их надо разменять, никто нам не меняет. Мы при деньгах и без денег не заправиться еще нельзя. И тогда с этим человеком поговорили, он говорит, вот этот, деньги, почему мы заговорили, потому что телефон был один в Лиссабоне, столица Португалии, и по нему позвонили это староста, его нет, телефон вывел на женщину, она говорит, я не в городе, ну как-то выйти, мы нашли одного, дайте ему 20 евро-то. На какой улице дали, а с его телефона позвонили, с этого мужчины-то, который в Лиссабоне, с собакой-то. И он ей объяснил, где, и она говорит, дайте ему 20 евро. Мы стали считать, у нас 10 копейками набралось, больше нет. Мы говорим, есть. И вот одному пенсионеру, он богат, у него деньги есть. И вот, он пошел, деньги принес и нам разменял. Теперь мы при деньгах. Ну ему дали 20, он повез. Крутил, вертел там, где, никогда бы нам не найти незнакомый человек. Именно он один только мог нас привезти. И он нам и попался, и Николай на него вывел. И не довез маленько-маленько прямо рядом-то. И сразу забежал в полицейский участок, они говорят, на кого-то через два дома тут это. А у них престольный праздник. Какой? Битая Павла? Всех святых. Всех святых. У них храм всех святых. Русский храм. Ну, тут народ, храм небольшой. Ну, понятно, где-то. Зашли, но нам-то не надо тут. Нам надо тут, а туда зашли, вышел человек один. Мы с ним поговорили, Александр, кажется. Он сразу зашел туда, видимо, священникам сказал, они с запивкой тут, с проспорами наружу. У меня внутрь туда проповедь и он говорит проповедь, а сам взял тарелку, эти люди издалека кладите. А женщины идут и все целуют. Подходят, обнимают, все целуют. А где написано? Португалия, Лиссабон на груди. Где мы были? Париж, Франция, Германия, Герлин. Чтобы люди видели, откуда-то. Ну, они 250 евро накидали, пока там были. Тут же обед на улице. А где мы не отдали, не успели, мы торопимся отдать. И мы нашелся человек этот самый, там староста. Мы все передадим. Мы оставили документы, нам все ждать-то. Мы на 5 дней опоздали в Шенген. Нам 30 дней только надо. Поэтому мы все сокращаем. Шенген это 30 дней. Если мы зашли туда 9-го, то 8-го в 24-00 мы должны уже выйти где-то в Россию. Должны войти в Россию. Говорит. Вы не упомянули это, рассказал, кто он в белом одеянии был, дьякон, или кто в этом храме? Да. Когда все проходили крест целовали в ролике-то подробно было. Ты его видел? Конечно. И он выходит, этот служитель церкви, и говорит такое дело. Знаете, они же русские общиной. И он пошел в посольство, чтобы деньги выпросить на книги. И вышел посол и говорит, вы покупайте книги, а сколько надо денег мы вам будем давать. Это он местный с португалией стрит в храме рассказывает. И вот я выхожу, иду и с огорчением про себя думаю, ну где же этот Лапкин, который книги по интернету обещал привезти, что... А он и раз и появляется, стоит в храме и рассказывает. Так вот ситуация получилась. Интересная. Но там был два года назад отец Геннадий Фастер. И он уже положил дорогу. Он рассказал, что он у меня обратился. Там ждали, там уже книга была, и они там прям не знаю как. Игнать Игорь Игорь в Тбилиси расскажите, как заехали. А, в Тбилиси то, ну, в Тбилиси то тут как всегда зарядили, думали косу на ум, а навигатор заряжен этот храм. А у него литургия. Мы даже не думали, что в этот день литургия может быть. И он сразу у меня на проповедь был. Ну, мы только сказали, что могли, немножко я сказал, и так. Ну, люди-то приходят и уходят. Ну, люди нуждаются, он сказал. И вдруг выходят люди с полными сумками. То ли они пришли в храм с сумками с этими, и нам несут всякие разные продукты, воды, там, помидоры, лаваши эти большие, лепешки с ушами-то. Ну, мы тогда, когда выйдем, ну, они такие двухсторонные, то ли они их вытягивают, или что-то где-то. И выйдем за город, и все это расположим и снимем, покажем, как есть. Ну, и выше там у них латы. Латы там суют нам деньги. Лари, лари. Лари, что проехали. А этот большой лар или где? Верхний ларс. Это где задержали нас, прохода не было. Ну, то есть, мы это никак не могли знать. Ну, отец Наум там говорит, это мой крестник, еврей, который тоже в моем дом он пришел к Богу. То есть, плоды уже начинает, ну, здесь встречает и. Вот Бог так сделал. Наши недостатки он сам восполнил. Ну, а дальше у нас одна знакомая появилась, я даже не знаю, через кого, то ли Юля с ней познакомилась. Юля, Юля, говорила. Юля, ее Жанна звать из Правникова. Мать у нее белорусская, отец француз. Ну, она половинка там той, другой. Метр восемьдесят с чем-то. Рост я узнал у ней, 23 года. Ну, красавица. Вот, встретила она нас, одетая по форме, уже все она по интернету видимо знала, или так и есть. Ласковая улыбка. Мы все там оставили для Англии. И она как могла, и, а, бедно, видно, живут. И она на стол поставила, что-то там поставила, хлеб-то хоть какой-то есть. Она достала сухой, ну, как раз тот, который я ем. Они бедные, а мне радостно, что они бедные, ничего нету. Ну, другие там где-то деньги суют, и она, кажется, 10 евро нашла, да, тоже хочу быть участницей. Но это ее лепто. Вот, а тут батюшка, вы в коем-нибудь чуде были, он говорит, Митю, 500 евро дайте, это 25 тысяч. И, ну, как-то рассчитается. Больше всех, конечно, в Германии помогли с Артисон. Я Валентине говорю, ты 200 евро дай на ремонт, а я тебе потом отдам, потому что деньги у меня лежат, вот это. А она, там что на ремонт, и назад деньги не берет. А когда стали уезжать, она еще по 500 кинула. 500. То есть, больше всех Валентина с Артисон, которая с Тамарой в дочках-то у Нарвата, вот ее сестра родная. Ну, вещи, вспоминаются о деньгах, и без этого тоже никак. Я бы хотел, чтобы слово «деньги» не упоминалось, но они упоминаются в Евангелии. Забрось вуду, и поймаешь рыбу, раскроешь рот. А у нас все рот раскрывают, и берем деньги. Кто не заговорит, и каждая рыбка приплывает и сплевывает нам деньги. Вот. Побыли у племянницы Надежды. Надежда Лапкина тоже. За немцем. Он работал здесь, познакомились, но они серьезно, они съездили, ее мать Татьяна, моя сестра туда, познакомились, его родители сюда, и вот родился сейчас у них Арфаил. И мы там у них были, они тоже отстретили. Тоже чем-то помогли, сколько-то немножко, видно, что небогато. Но все по силам старались помочь. Вот. Где мы были. Но это все, мы идем. Почему мы оказались здесь, во Франции? Шли на Бельгию, машина начала барахлить. Я отреагировал вот так. Маршрут меняем. Там небольшие государства, Бельгия, Нидерланды, там мелочь такая. Мы берем главное. Надо смотреть, иначе мы, противно, не дойдем-то. А в Германии решили там как-то помочь. Помочь. В Германии там в замок нас свозили, чтобы мы не тосковали. Про Париж расскажите. Про Париж еще сказать-то. Приехали мы туда. Мы делали так. Останавливаемся перед большим городом, чтобы утром, пока спит, город успеть заехать. Мы доехали. Пораньше заехали. Где библиотека? Ну расскажи ты. Мы остановились километров 40 от Парижа там в парковке и встретились двое мусульман. Говорят по-русски хорошо, скопортино-балкария. Но живут в Португалии почему-то. Ну а мы тут трапезничали, развернули свой дастарханчик и тут сидим прям на виду. Собака рядом. Заговорили, а вначале я не понял, кто откуда, а потом по-русски почти чисто. Ну познакомились, они стали доказывать нам истину, так сказать, мусульманство, доревностное. А как научили их по интернету? Гнать Ихонич все это, конечно, разгромил быстро их знания. А только начал я снимать, ой, не надо снимать и все, и на этом у нас... А не надо снимать, мы сразу прекратили все не надо, больше разговоров никаких нет. Вначале улыбались, а потом все. Мы, как слово сказать, вчера были у Павла нашего, я ни разу не был. В Корчино. У Павла в Корчино. И все засняли у него. Засняли. А он не против был. Но с кем он живет, я ее не видел ни разу. И батюшка ее не видел. Ее дома нету. Ну вот в Париж мы заехали где-то в 5 утра, или пол пятого, чтобы в пробки не попасть. Нашли мы библиотеку, искали довольно долго. Ходили мимо этих зданий, а, ну как говорят, слона-то и не приглядели. Вот эти 4 здания огромные, по 20 стажей, наверное, и внизу еще там коммуникации. Это библиотека такая. Да, и такая оказывается библиотека. Ну супер. Там здания современные, вот как небоскребы, если видели по телевизору. В Нью-Йорке вот такие вот огромные, стекла затемненные. Ну и нашли там где войти, там вход для персонала. И там где, скажешь, какое приближающее там, все везде есть досок сделано. Доски видно дубовые, наверное. Как тортуар, не тортуар, там где-то ходить можно. Да, сделано, да. А там внизу кофе в метро, там и туалеты. А мы не знали, ходили куда-то туда дальше. Ну то есть как-то, как будто слово где-то как-то скажешь и как-то вывернется. Самое главное, это переживание начнется позже. Да, если и не впереди. Из Германии мы пошли на Скандинавию. Скандинавия это Дания, Копенгаген. Вот в Греции я первый раз увидел столько мотоциклистов, тучи. Мотоциклов, вот как хлопот, вот этих комаров у вас здесь, просто вот пачками идут. И где они их останавливаются, там как будто свалка какая-то. А в Копенгагене одни велосипедисты, нет никого из этих мотоциклистов. Где мы ночевали, где-то поближе, где-то на остановках, где-то попало уже не ночевали, только на заправках. У куда-то в сторонку и денег никто никогда не требовал. Это у нас было нормально. И вот из Копенгагена, когда мы там очень хорошо приняли, русская была, и даже сказали о этой книге, здесь принимают, здесь проверяют и в Королевскую библиотеку пойдут. Я материал принес, вот Игорю дал нам русский дом, хороший журнал, очень патриарший журнал, у нас большую статью напечатал перед этим, третий номером, патриарший. Большая статья. Я подалю вам, у Валентины есть этот номер, там пролив. Ну то есть, ритонского статья, фотография, которая была здесь. Ну и пошли на, мы на Осло, это Норвегия. И везде километраж почти одинаковый по 500 километров, с одной столицы в другую. И в это время машина начала дергаться, дергаться, и никак, мы остановились. Опасно. Мы поворачиваемся направо. Давайте, мы по карте посмотрели, нет. ГОСН, Норвегия мы оставляем. Нам нужно попасть в Стокгольм. Стокгольм, это Швеция, уже Швеция. Но до Швеции, там 500, и отсюда, в общем-то, 500 будет. Но, там у нас уже забронирован паром. За нас заплатил Игумен Никита из Хельсинки. Из Швеции. Из Финляндии. Из Финляндии. Из Финляндии. Уже из Финляндии. Это Финляндия будет. Вот. Но мы-то ничего не знаем, из чего у нас дергается-то. Она подергалась, подергалась, и остановилась. И остановилась там, где 80 километров между пунктами. посередине. Никому-то не нужен, но успели сообщить полиции. Полиция приехала, паспорта проверила, до свидания. Мы говорим, ну как, это ваша забота. И они уехали. И мы остановились там, где один ряд туда движения, другой сюда. И мы остановились, даже любая машина. А фуры идут. Нам хоть бы как-то в сторону, в сторону там обрыв. Куда? А дальше видно, вот едешь, и тут площадка для машин, которая отдыхает. Ну да нет, метр сто пятьдесят. Лес дремучий кругом. Лес как вот сосновый. И лес похоже на наш. Даже еще гуще, чем вот Шавченко. Вот более трудного положения, безвыходного, у меня в жизни, кажется, не было. Абсолютно нигде связи. Никому позвонить, ни полиции мы не можем. Я везде написал вот так, вот это у меня, я много бумажек написал, SOS. И дальше. Ауэлтел, это Виктор Савченко, наш телефон, это там. We are very needing help. Мы очень нуждаемся в помощи, я написал. И такие давать людям, чтобы они, когда проедут, дали знать о нас. Вот это. Написал, инполис. О, как раз с этой бумажкой я к нему и подошел. Вот он. Who can, вот это. Where can I have this car fixed? Где мы можем отремонтировать нашу машину. Там они много понимаются. И показали нашу машину, какая, что она российская, газель белого цвета. Белого. Вот. We are back for name of Jesus Christ. Мы просим все это во имя Иисуса Христа. Я вот таких бумажек написал много. И кто будет проезжать, я буду давать, кто остановится. Кто-то все равно поможет где-то. Но никто не останавливается. Бумажек, пять штук написал и никак. И вот здесь, как делает Бог, ничего нет, кроме молитвы. Я могу стоять неделю, месяц, год. И никому я не нужен. Никто про меня не знает. Потому что мы зашли на площадку, которая для отдыха сделана большая. Я ее замерил шагами. Ну, длина ее 100 метров. Ширина ее, допустим, 8 метров. Большая площадка. И мы там кто-то затащил берегу туда. Кармашек. То есть вас туда кто-то затащил, да? Кого-то остановили, который затащил. Да. Тихонич уже лег. И мы с Николаем остановили. Ну, мы помолились налево-направо, собаку покормили. Поднимаю руку. Бесполезное дело. Я показываю эту веревку, держу, которая, трос, тянется. И показываю, молюсь. Никаких они еще больше нажимают. Тут скажут, будто я веревкой грожу по весу. Боятся. Бело в том, что с этой веревкой надо было евро взять, тогда уже по-другому. С веры не рассмотришь на какой-то скорости. Нет, это пустое. Никак. Чуть-чуть опять молиться. И там остались как бы холм, нас наверх маленько затащили, и видно туда, и сюда. Там пусто, а там видно за ветвями добик. Видите, пойдем туда. И вот мы туда пошли. Я за него держусь, давай поскорее, там побежим. Вот, пришли. Видим, там человек, он готовится уезжать. Если бы пораньше пришли, его могло и не быть, и позже он уже в машину садиться. И мы с ним стали говорить, он по-английски не понимает. Но он понимал. Он понял. Мы показали полис, полиция где-то. И он дальше написал, вот, Кэм Сунь, он написал, это его слова написаны вот здесь вот. Он ответил, скоро приедут по-английски. Ну, что интересно, я 52 года не занимался английским языком. Намерто все забыто. Начал только там говорить, и откуда еще пошло, а дальше уже начал беседовать с ними уже. Это как в Америке. Я был, две недели не прошло, я уже вышел на разговорный язык. Все-таки было или не было что-то, большая разница. Навык. И, ну, просто разговаривать стали. И вот он позвонил в полицию, мы вернулись назад, никого нету. Кэм Сунь, Сунь, это скоро, ну, когда скоро? И вдруг какие-то подъехали, вокруг нас обернулись, мужчина, женщина, и умчались в другом направлении. Я говорю, это, наверное, разведка, что-то приехать. Мы тут или нет. И вот она полиция. Подъехали. Первый раз, когда-то была там в низине, там сфотографировались, я тебе не даю фотографироваться. Стали говорить, проверили первые документы. Ну, мы в Шенгене находимся, все. Так, он звонит, звонит эвакуатор. Я не видел настоящего эвакуатора, какие там есть. Работает на нем один человек. Один он, управляющий, у него пульт. У машины другая площадка. Он нажимает, площадка его ползет вниз, ставит это, он с тросом. Даша нажимает, она его подкручивает, затягивает, он ее дальше тянет всю площадку, поднимает кверху, мы сидим. И так же будет разгружать. Все, один работает. Она все операции выполняет, этот эвакуатор. Но берет он в среднем в 100 раз больше, чем если бы я ехал сам. Полиция говорит, если назад, тут ближе к населенному пункту, 200 евро. Если вперед, подальше, 350. Заплатите? По английски все, конечно. Что же бы назад-то поедет, нам вперед надо. Ну, заплатим. Так, подтвердите, что заплатите. Теперь он звонит, им и говорит, они заплатят. Так, через час, дело часа, видимо, сказали так, и уехали. По-хорошему все. Сейчас нету, час сорок прошло, едет. Подъехал. Теперь деньги. Первым делом, деньги на кон. А мало ли какие ему, денег нет. А он зачем машину догнал? Сказали 30 километров, но мы поняли, что там было около сорока. На лбу, автомат. И он нас затащил. И в одной, в один стервис затащил, выходит, нет, здесь не принимает. Повалок другое. Это все вот и стоимость идет. А мы сидим там, она высоко поднята, и мы там в машине трое сидим и собака. Это нам как раз. И вот здесь, а Бог начинает нам отвечать. Теперь уже все, мы на людях. Главная беда, то, что мы к людям подошли. И он начинает дальше говорить с мастерами, которые он нам... Ну, дальше мы договоримся. Я ищу туалет. Идет мужчина, лицо открытое, чистое такое, как вот, ну, с кем сказать, Алексей Чиськов. Видно, что честный такой человек. Я спрашиваю, где туалет? Он показывает и объясняет, во время обеда, там что-то закрыто, вот сюда можно зайти. А у них слово dinner, это и обедать, и обед, одно и то же слово. Я говорю, а нам не надо это. Он говорит, время обеда, а я думаю, зовет обедать. Показывает, где обед зайти. Ну, слово-то оно и то же, оно и в предложении, оно не определяет, где. Ну, я пошел, а Литя его увидел, и тоже на него, и говорит, а где вода? А эти, которые зашли, которые, мастера-то он подвел к ним, они все осмотрели, и что говорят, давно ли начала она чихать, что она не работает, не реагирует, ни на какие приборы. Надо, чтобы кто-то был русский. А этот мужчина-то, хороший-то, который нам понравился-то, он говорит тогда по-английски, есть знакомая, здесь в миссии русская работает. И он вызывает, а она мать Людмила, а дочка Надежда, как у меня батюшки, у Людмилы у меня Надежда. Ну, дочка-то, у нее с собой трое детей. И они их вызвали, а муж у них швед. И они с нами теперь говорят. Мастера все, смотрят, они переводят и показывают. Машина дохлая. Выход один. Нанимать площадку, платить за площадку за каждый день. Заказывать в Россию, месяца через три, через два придет вам деталь, а какая не знает, ее надо разбирать, теперь смотреть. Ясно, что не подходит. Но тут крутятся два армянина, коров один. И он говорит, ее могу пустить, где-то у него на краю города, видимо, бесплатно стоять на площадке. Кто что советует. На Стогольм мы не можем 500 километров. Это 200 тысяч надо отдать сразу. 200 тысяч рублей. А дочка советует, вам не надо, вам нужно ехать в порт. Здесь, как говорится, эвакуатор манять. И 150 километров до порта, Карцхам. И оттуда идет 14 часов паром, он идет в Клайпеду, Клайпеда-Литва. А от Литвы до Калининграда там не так и далеко 200 километров. А там, раз это русская территория, там и газели есть, там найдутся детали. Я понял, это действительно то, что надо. Теперь они вызывают эвакуатор, договариваются с ним. А на вакуатор-то деньги нужно. У нас русские, это деньги не востребованные. Мы доехали, деньги наши целые. Но обменять-то русские, это нигде наши турники-то не берут. Но они едут в Россию и они соглашаются обменять на кроны. Она звонит, и малая дочка там привозит эти, рубли, кроны. Я им отсчитываю 37 тысяч, 37 тысяч, и когда я за три рубля дорожу. А тут даже рад, что берут. И она отмеряет сколько. И теперь, чтобы нам нужно, чтобы с этим эвакуатором, которого она вызовет, а муж там звонит, узнает, откуда эвакуатора, чтобы они своей рукой заплатили, что не мы платим, чтобы этот эвакуатор понял, что мы на контроле, что нас свои люди ведут. Вот так в любом месте он скинул, из кого спрашивают-то. Никого нет. И она ему отсчитывает, но получилось крон больше. И от сейчас крона стоят, и говорит, вы за билет заплатите на паром, а остатки евро. Вот так и получилось. Вот там зал ожидания, и куда можно войти в интернет. Видите, я перетащил, сел, и мы успели всех оповести. Беспроводная связь, бесплатная. Пароль там. То есть ролики подкидывали, да? Или нет? Нет. Пароль там. Ты там с Сергеем по телефону разговаривал, да? Он общался. У нас один вопрос. Почему это с нами? Что за этим кроется? Мне нужно это узнать. Я у Бога вопрошаю, Господи, покажи, что за этим? Почему с нами так случилось? И Бог начинает приоткрывать. Я ночью встаю, один выходу на палубу, а Витя до этого тоже выходил, молились налево, направо, там этот Федор Конихов, путешественник, я говорю, болтается где-то в море с медузами, священник. У нас определенно где-то. Я стою и молюсь. И вот начинает рассвет, и мы выходим на левую сторону, я беседую, Витя записывает, микрофон держит, специально сделали микрофончик, мне выводят сюда, я лежу и говорю. Я говорю, никого не вижу, а в это время люди подходят и слушают. И находятся те, которые русские. И когда я начал давать им эти визитки-то, один, второй, третий подходит и мне, и мне, и мне. Люди русские, вот для чего мы там нужны были. Этих людей мы бы никогда не достигли. А этот теперь, когда нас уже везут на эвакуаторе-то, теперь я созваниваю знакомый Булкин, Булка, хлеба, Димитрий, из Калининграда. Вот что интересно, в прошлом году он вышел на интернет, я ни у кого не прошу денег по интернету, это уже Сергей там что-то делает. И он в это время заходит на интернет и говорит, я прочитал, вы книги издаете, вам деньги нужны. Я говорю, книги изданы, я не нуждаюсь уже. Ну на что-то деньги же нужны. Я говорю, на благовестие. Ну я перешил. Ну там 150 тысяч он прислал. Совершенно незнакомый человек. Мы на него, выйти, телефона нету. Теперь на болящего Сергея окажется, или телефон был, адреса его не было, адреса не было. Я их соединяю теперь. Он оказывается в Испании, его нету здесь. Но он говорит, не беспокойтесь, я беру на себя все. И он начинает все это, звонить из Испании, поднимает там все, заказывает эвакуатор, за 200 километров в Клайпеду, он за нами приедет. Это все возьмет и бесплатно. Мы не будем. Он оплатит сам. Не знакомый, мы с ним так и не встретились нигде. И он, этот человек, назначает человека Валентина, который нас примет, когда мы приедем, и теперь в сервисе будет с директором, и везде разговаривать, везде все платить. А детали сам поедет по городу покупать. Это в Калининграде все, да? В Калининграде уже притащили. В Калининграде уже проехали. Да, он через Клайпеду, в Калининграде. А, через граниту российскую, таможню, все это на этом квадре. В порту погрузки, где погрузиться-то? Эти расположены шведки, так нам-то, она хорошо по-русски говорит. Вы, говорит, кого-то поговорите, чтобы вас с канатом-то затащили, бесплатно. А Николай говорит, машина тяжелая, ее не затащить, потому что вот так вот сильно наклоны, этот трап-то где-то. Но оказывается, она занесла бы. Мы покрутились, еще нет, вернулись назад, говорю, высчитывайте. Она говорит, 100 евро. Они нас жалеют. 100 евро. На 50, ну, что умножать-то. 5 тысяч надо отдать. Отдали. Теперь надо зафиксировать, чтобы помнили. Они, говорит, тогда все это не мое. Я боюсь. Как у нас? Забыл, да и все, корабль ушел. Там не забудут. Они выехали, молодые ребята, они мигом нас задернули, деньги разделили, видно, веселые, рукой машут и снижали. Нас забрали туда. Теперь мы там. Теперь точно так же. Мы дома, теперь мы придем, там на диванах развалимся, собаку. У нас опыт есть, опыт недостаточен. Парон другой, все по-другому. Я стою, считаю, фуры по 25 тонн заходят, заходят, я считаю, 75-80, а корабль как стоял, и стоит. А машины эти, как пчелы в нее залазят, белочные, вообще никакая. Белки, а машины. Ну, вот мы-то сели туда, теперь собаку оставляем там, мы вышли-то не знаем, тоже что-то думаем, там как было, ничего не надо. Оказывается, там по-другому будет. Там будет холоднее, и сиденья вот такие. Вот только на среде ночи Николай как-то выпросится, пойдет. Вывел его, а он вот так корабль-то качает, вода налита везде, а этот ураган-то лапы-то стопор шел, покачался и скорее в кабину обратно. Не нужна ему ваша палуба. Но я перед этим мне не давал ему пить и есть. Он легко обошелся. Так, Сережа, приведи его сюда, я сначала покажу, отдохну маленько. С кем мы ездили? Любишь хозяйня, люби собаку, по оголоске говори. Собака отличная. Кто не знает, поясняю, он чемпион России. Золотая медаль с тобой, была у меня грамота на него. Он ездил, чемпион Сибири был. Сейчас он чемпион России. Подзащитная коробка. Но вел он себя. Ну, я не знаю, какая-то. Превосходно. Вот я, он лежит рядом, поводок такой вот, пристегнутый. Он глядит, один глаз прижбуется и глядит. А глаза заведет, по глазам видно, лунный. Я носки надеваю, он не реагирует. Носки надеваю, но один глаз приоткрыл. Ну, так. Пожалуйста. Покажем его всем. Вот так. Ой, 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 ой. Он увидал, она скользит эта, видишь как. Подожди, подожди, подожди. Приезжай. Подожди. Она поползла под ним. Вот какой он у нас замечательный. Что, что мне давали, полута поймать надо. Сгущенное молоко, сливки, я все с ним пополам делил. Вот он какой. Вот он какой. Голос зычный. Когда откроют, от него все шарахаются, которые проверяют и те. Но в одном месте попросили выйти. Тоже зашел с собакой один, она обнюхала, наркотики ищет. И потом в наш салон там проверили. Потому что он как реагирует. Пауты там. Паутов-то было сколько. А ну-ка, ну видно вам его? Да. Красавец. Ну-ка на ноги поднять его, попробуй. Стоять. Вот он какой. Смотрите. Ну вот я надеваю сапоги. Он на переднюю на лапу уже поднимается, сам сидит, смотрит на нос. Я фуражку надел, пропало дело. Он по голосу автомобиля понимает, что замедляется ход и начинает свистеть носом. Как милиционер. Свистеть. Так, подожди. А потом начинает реветь и там люди, которые слышат, думают, кого-то режут. Я его зацеплю, тогда вот это. Сцепляю. Вот это. А он зацепится, думает, меня вывалкивает оттуда. Крития уже вылавивает его, а потом меня. Он меня оттуда как бинк с лопаты вытащит. Но здоровый, крепкий. Аппетит отличный у него. Ни одного, можно сказать, замечания. Единственное, ночью начнет какая-то обложка стучать-то. А я не знаю, кто стучит-то. Я шторку открываю. Кто? Никого нигде нету. Ночью ни разу не разбудит. Три года. Три года. Четыре теперь. Четыре года и три месяца. Это самый-самый центр его жизни идет. Вот. И вот я его уводил на прогулку. Это пристегнуть, обуться, выйти, найти трава, не которая скошена куда-то убежать дальше 280 раз. Представь себе как. Вот с собой еда. Я ему сухарей намну, а потом этих галушек наложу, разбавлю там сливками или чем-то. И он поедет. Держите, я вас фотографирую. Держите. Вот он какой. Стоять. Сейчас придет. Он не поймет, кто хозяин у него. Он то туда, то туда. То к вам, тот Сережа. Сейчас Сережа сфотографируем. Да молодец мой. Его боялись там все. Интересно, немецкая овчарка, в Германии ни одной немецкой овчарки не видели. А все какие-то там пудели, дольтые, другие. Сосонка. Ай, Он проехал от Тихого океана до Атлантического. Дальние поездки все до одной. Кто не менялся, всю дорогу, только мы двое, я и он. А самим меня расслужил. Он так расправляет со слухами, с комарами, паутов не любит. Прямо сразу в Турции. Помните, он купался, палку бросали. Деревятишки. В Турции. Вон везде купался, и в Тихом океане. Но тут в Атлантики не пришлось. Надо было ехать далеко, рядом не запускают. Нам некогда было ждать. Вон у него комары на ноге. Сейчас он-то что-то. Да, да. Смотрит такой. Он сейчас только одно. А расправится с паутами. Ну что, все, давай снимай его, продолжим дальше. Смотри какой. Ну-ка, иди сюда. Реакция. Пошел. Вот так. Возьми его. Ну вот, видишь, ничего плохого не сделал. Реально показать надо. И вот теперь, когда нас везут, и мы убого выпрашиваем, что за этим есть, то да. Господь показывает, это встреча с людьми, чего мы не могли сами устроить. И на корабле, и в мастерах, которые там были. И вот эти надежды с людьми выказали. И она еще дорогой спрашивала. Я им подарил книги. Она дорогой дала смс, что книги читают. И читал. Так что сохранилось. Ну, сохранилось. Нам такие смс шли. Главную встречу, которую там должен был устроить, это Никита. Это значит, мы должны были из Стокгольма, из Стокгольма переплыть в Турку. Они нас там встречают, и 150 км до Хельчники уже мы едем. Мы уже назначены встречи, где, в каком зале, где выступать. Это уже перед выходом в Эстой, в эту, в Прибалтику. И вот он дорогой, но встреча-то не получилась. Поэтому их плата за нас 287 евро пропали просто. Вы уже не можете быть в Стокгольме. Расходы не имеют. Дорогой Игнатий Тихонович, с глубокой благодарностью примем ваши дары, а также передадим в Центральные Библиотеки других городов. искренне восхищен вашими трудами и огромной миссионерской поездкой. Надеюсь на встречу в будущем. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, А как в библиотеках книги брали? Видишь как, допустим, мы входим в Копенгаген, а они говорят, русский должен быть, она вызывает, как было русское, нет и все. Она набирает его, и русского человека этого нету, который по русскому отделу работает. Но мы стоим рядом, мы стоим, чтобы никуда не уходить, бозолим глаза им. Но зашли там повыше, там эскалатор, огромные библиотеки, все сфотографировали. И она ждет, и вдруг появляется женщина, а тот мужчина где-то не появился. И эта женщина сразу у нас выходит, это которая на вахте-то, она ее тогда подвела. А эта тогда с нами пошла к машине, это идти надо было где машина, куда ее подвезти эту машину. Она оказалась, что ближе подъехали, корзинами, эти корзины наполнили книгами, прям в полиции. И теперь они куда везут. То есть, я говорю, здесь где-то лет 16, что ли, она сказала, язык отлично знает, работает в библиотеке. По-разному. А Франции было так, ответили, у нас приказ ничего религиозного не брать. И поэтому, поэтому нам Господь открывает в другом месте. С севера зашли, и там уже открывает. С других местах? С других местах, где-то, через другого человека, и может даже не во Франции. Это у Жанны Справниковой, которая даже готова была приехать в Патеряевку учить наших детей простузскому языку. Вот надо узнать, передать телеграмму. Ну, я сказал, одно условие, чтобы обратно уже не ездил во Францию. Оставалось навсегда. А сколько ей лет? 23. Ну, самое то. хорошее, хорошее, она мне очень понравилась. Ласковая, внимательная, ну, она очень высокая ростом таким, и одета так. Ну, все понравилось мне. А в Турции книги не оставляли нигде? Проездом ее проехали. В Турции, в Стамбуле мы нашли библиотеку. Чудом тоже нашли. Ну, и как там книги? Ну, они руками замахали, там же мусульман много. Мусульмане? Он по-английски говорит, что мой босс не принимает книги. Все, отбой. Ну, быстрее оттуда. Там, и как? Господь показал другое, для чего мы там живем? Ну, а в Греции как? Бред! В Греции мы до этого разговора не было, а тут приняли как надо и сейчас высказали благодарность. Марина сказала. То есть, вы Марине оставили, Марина сама отправила, сами ездили? Мы сами. Марина какую-то вызвала женщину, и та женщина поехала. И у них там так, допустим, ехать вот по этой улице, вот сегодня идут счетные номера, у твоей машины последний номер не счетный, уже проезжать нельзя, жди свой день. Загружены страшно. По номерам машина в счетные, нечетные. А дальше, а дальше вообще ехать нельзя. У меня машина, она машина должна где-то поставить и садиться только на такси, там две улицы проехать, только на такси. Я такого нигде больше не встречал. Но все-таки до библиотеки... Это наживается жить, Валя, там не представишь даже. Ну, нам там встретился в салониках один мужчина, грузин, говорит, как я устал, заберите меня с собой. Как я устал? Чисто по-русски. Вот потеряю, вспоминаешь, я вышел, походил, вечером, ничего нет, зажатый в этажах ничего ты не видишь. Да какая-то жизнь-то. На кухне, посмотрите. Даже вообразить нельзя. А когда ешь в горах, вот прямо, ну, корешками люди держатся. Не за что держаться. Держаться намертво, бьются, как армяне с Азербайджан. А тут все у нас есть и бунтует, куда ехать. И трава, и скотина, и вода, и ну все. Как сумасшедшие ведущие. Игнать Тихоевич, помните в Испании, какая земля, красная, как марш. И там колючки какие-то растут, там жара, а мы когда поехали вглубь Испании, поднялись выше, а ночи холодные, как в Сибири. То есть днем, жара, как в пустыне. И какие-то колючки, вот они что-то там выращивают все равно. Вот эта земля красная, как глина, но она не глина, а что-то другое. То есть вспомнишь нашу землю, какая земля. Даже сравнивать не с чем. Но что интересно, все засохшее, нигде ни одного пожара. Не говорят деревья там. Нигде не подпалено ничего. У людей даже в мыслях нет поджирать, как здесь все жгут на вывоз. И все какие-то деревья там кривые, пока не пошли в эту, в Скандинавию. А из Скандинавии-то когда переплыли сюда, в Калининграде отремонтировали, как ночевали, все не расскажешь даже. Когда пошли в Латвию, уже отремонтировано, то город, в Венстон, где я обратился к Богу. И там будет записан ролик. Долго искали. Николай, чутьем своим опять нашел где-то основительный дом баптистов. Ну и через окно все фотографировали. И эту улицу нет, у Карла Розенберга. Видать, какой-то революционер был. Они переменили. На саде другое Карла. И нашли то место где-то вот здесь вот рядом. И тогда одна женщина приняла нас и говорит, вот соседка, она должна знать. Я говорю, найдите того, кто старше 70 лет. Все. Сидеть спокойно, глаза не закрывать. Не надо удивляться. На 100% спишь. Не удивляйся. Игнатий, еще не расскажешь. Не надо. Не надо. Мы слишком много видели. Не закрывай глаза. Не закрывай глаза. Ну, не удивляться не надо. Ну и показывать, если не правда, то у меня было бы ничего. Когда я... Просто сидеть нужно... Нет, лучше отойти и других не смущать. И вот здесь вот женщина-то показала латышку одну, которая помнит все это. Когда дом подставил, тут дом убрали. двух-трехэтажный. Он небольшой дом был. И она говорит, первый он, наверное, Михаил. А Аня потом уехала. А Михаил, как бы она называла-то их. Ну и... А тут стоматологическое какое-то отделение. Там уборщица была. И она не закрыла дверь. Мы заходим, она закричала, ой-ой-ой, закройте. Никак. Она подбежала к двери, мы дверь не дали закрыть. Нам нужно, поясняем, она не хочет мне все слушать. Я полицию. Полицию, полицию вызывайте. Нам полиция как раз нужна. Но она полиция это выбирает. Полиция быстро приехала. Одна машина приехала. Полиция подходит сразу, кто такие документы проверили. В чем дело? Что-то делали. А мы еще не делали. Ничего не делали, мы ждем. Нам нужно такое дело. Вот я говорю, я тут обратился к Богу, работал я на корабле. Я приехал из Сибири отблагодарить Бога этих людей. Никого нет. Они сразу расположились, но никого нет в воскресный день. Не воскресный, а субботний. Но один мужчина подошел, говорит, я здесь работаю. И мы через него передали книги тем, кто хозяин этого места. Мне надо отблагодарить. Я отблагодарил. Мы все это засняли. Полицейские, через их приезд все засняли. В интернете все... Они ничего не оттачивали, что снимают. Да, да. Это понимаете, вот везде все настолько разное. Нельзя. Я это знаю, я приеду, будет так, будет не так, как ты думаешь. И вот здесь, на это место я уже думал, как я буду, как на это место приду, какие там люди в квартире живут, как я на той половице первый раз преклонил колено. Ни половицы ни дома нет. И сразу резко меняется все по-другому. Я должен теперь это... Я не могу остановить. У меня слезы, и слезы. Я просто рыдал. И вернулся я в те времена. Я больше никогда там не буду. Там начался у меня новый переход от смерти в жизнь. Вся жизнь изменилась. Моя жизнь была бы другая. Вас бы здесь не было. И, может, и потеряевки не было. Ничего этого не было. Это было начало. И Бог меня туда привел. И вот когда я там был, там одна была бабушка, они с мужем жили. Он умер, старичок, она в Цаузе. Это по нашему перевести, это, кажется, старовозрастное. И она от нее досталась, она глубоко верующая, Михаила Ивановна, Библия, с картинками Вестава Даре. Ну, в картинках 70 было. И я просил ее мне, мне достались другие, они не дали ее, потому что это очень редко. И кто-то сказал бы, не причальится, в свое время ты издашь, издашь светлыми, издашь 240 иллюстраций будет. Ну, Вестава Даре, но то, что у меня Новый Завет, то никогда бы не поверил. Но Бог это открыл, и теперь с этими дарами я туда еду и дарю. Но к ним, к живым, я приехал с новой Библией, православной, им подарил, когда они были живые. Потому что там я получил в руки Евангелие от Матвея, потом Иоанна, потом Новый Завет, а потом и Библию. Там я получил дар слез, от Бога выпросил, когда Библию мне подарили, и с Библией вместе Бог дал мне дар слез. Там, вен спился. А вен-то это река называется, а Пилс это дворец. Вен спился. Ну, дальше в Эстонию. А в Эстонию это, в Ригу поехали, в Ригу. А в Риге там приняли. Так вы после Калининграда вернулись, да? С Калининграда мы теперь вошли в Клайпеду. Опять тоже самое место. И теперь идем в Латвию. Ну, в Латвии-то Венскос, наш столичный город Рига. В Риге там приняли очень хорошо, просто замечательно. И женщина вышла русская, библиотека-библиотека. Сколько она ведь? 14 этажей. Она сделана, там местный сказал, в гроб, говорит, и засмеялся. Все приняли, все засмеяли. Это что, говорю, у Вики. А потом поехали оттуда в Эстонию. А в Эстонии, ну, на чем в Эстонии-то получилось? Мы приехали на воскресенье, ночь-то, и нам никакая библиотека уже не нужна. Мы только через Никиту ему сообщили, где книги оставить, давайте адрес. Он говорит, у меня одна прихожанка, ее мама в Эстонии, из сельсинки. И теперь на нее дают, адрес дали. Эти заряжают в наш навигатор, и навигатор ведет. В незнакомом городе повернут налево-направо, на ту улицу завел навигатор, тот дом остановили, слышали, подъезд рядом заходил. Кто навигатор изобрел, то надо найти. Никто не знает. Навигатор чудесная вещь, но прямо вплотную. Ее звать Валентина. А там ребятишки, пацаненок маленький, в школе уже учатся, подошел ко мне, а вам не помешает, я играть буду. Я говорю, сейчас на виолончели он будет играть что-то. Я пока там пишу, а он лежу на экране, играет, убивает. Ну, конечно, на эту тему я с ними и поговорил. А она дочери сразу. Игнатий Тихонович сказал, тут очень вредно играть на этой, в Хельсинки звонит. Тут уже работа началась. Я Никите говорю, нам нужно вот на этот город, тут мы не оставили на Осло, тут необходимо было на Стокгольм. И везде мы по углам там оставили где, и на этот город Таллинн, потому что нас там не будет. Мы сейчас рано утром уходим. День воскресный. И она, женщина эта Валентина, взяла все на себя. Очень простая, очень искренняя. И сфотографировалась, и все снимаем. А накормить, чешеную картошку дала, сколько-то там, и больше ничего нет. А время поста идет, мне сильно понравилось. Ну, она предлагала нам сыр там, и все. Она сама, не постится, ребятички. А это уже было перед выходом в Россию. Самая неприятность, ждала с собакой при входе в Россию. Нигде, сам говори, собака, там такие справки. Все, только покажешь паспорт, даже не открывает везде. И вот мы проходим таможню эстонскую, дальше проезжаешь, знак, впереди российский флаг, любимый мною. И все, все печати поставили, но еще маленькая будка стоит. К ней подходим, собака залаяла, он лает, я здесь, ему охота о себе заявить. Она уперла, с меня с Путиным поссорить хотела. От Путина вышел указ, какой-то, за подпись у Путина, бумагу она дает, что ввоз животных через определенный карантинный пункт, а здесь не пропускают. Это ввоз животных, она пешка сидит, ничего не понимает. Я возвращаюсь со своим животным, это не ввоз, никак. Это быков, я везу табун, и на корм, там, это все правильно было. Я думаю, что он Путин делает-то? Путается у меня под ногами. А когда прочитал, так он правильно говорит, но по отношению нас-то уже печати стоят, уже того, что пройдет. Если бы я тогда видел, что она говорит-то? Я бы вышел из машины, собаку снял на наворнике и пошел уже, таможня позади, они меня не остановят ничем. Я ушел, побежал, дальше лес, уже российская территория. А эти без собаки они свободно прошли бы. Но получилось искать уже таможню, которой названия нет. Не спросить, не зарядить в навигаторах. И плутали, плутали, кое-как нашли. А там не посмотрели, ничего улыбнули, с визитку взяли и поехали. То есть совершенно зряшно. Этот сидит в очках, которые я хочу ее найти и поговорить. Зачем ты меня хотела с Путином поссорить? А за рубежом интересно. Я перевожу, что мы из России. Раша, он Раша. Они понимают совершенно. Я говорю, Путин. О, Путин. У них газели, Путин соединились. Газели, машина, Путин, президент. А Раши не понимают. Но в Лиссабон приехали, я пошел к храму-то всех святых. И идет человек, чисто по-русски. Так вы откуда? Я сказал, Тая. Вон, наш автопром жив. Откуда у нас Украина? Машину смотрится. Россия жива. Какие машины-то еще и сдает, по-русски. Но она, конечно, эта машина, подножку подставила крепкую. И не один раз. Еще вентиляторы не отработаны. Решили так, доедем как-нибудь, а потом в осенью поедем, и дарь в сервис дойти. В сервисе. Нашли хороший сервис. Но какой бы он хороший не был, человек может быть и верующий. И на критику привел. Он ставит новый фильтр, и он не тот фильтр-то. Он крышкой его давит, и вся эта структура так сжимается. Это обнаружим мы только в Воронеже, и там новый фильтр поставили. Вертикальный, на чем стоит, картонки там. Крышка так задавила и все. и сломал. А, и он перестал. Он, видимо, даже не заметил. Мне он понравился, этот человек. Я говорил ему, заехать, отблагодарить надо. Но уже в Россию, когда пришли, вот это у нас изменение. Дошли доставки, все разложили. Все сообщают, когда вы езжаете куда? Я говорю, в Мурманск, к Баренску в море ездим. А Николай под машиной бежит. И он обнаружил вот этот недостаток. Ехать, ехать только как можно быстрее домой, заехать в Нижний Новгород, где машину нашу изготовили. Ну, а тут-то доехали из кабинета, с одного здания, другое. И, наконец, завод, как говорили. Дали телефон. По телефону еще одного. Кто такие, чего, как. Мы рассказали. и вот они вышли все навстречу. Когда мы молились, поднимали руки тут, они уже нас тут заметили и собрались. Главный конструктор завода, говорит, инженер там, менеджер, который распространяет. И нам стали говорить, теперь новое у них, что там говорит? Ну, новая модификация, газель, тише работает. Я не знаю, как его назвать. евро-вариант. Ну, учитывая то, что за 6,5 месяцев мы прошли 110 тысяч километров. Это что-то стоит? 110 вот сейчас, вот летом? Да. Нет, всего 110? Всего. 110. А мужчина один говорит, что 110? Я грузовик купил, я прошел 1,7 миллиона тысяч на нем. Иныще была новая ставка, которого мы не знали. Это в сельской местности. И тот Булкин из Калуги тысячу километров проехал, это, из Калининграда в Калугу установили, провели свет, отремонтировали этот вагончик для нас этот, контейнер морской-то. И опять уехал туда. Какие люди мы это все встретили. Вот этот самый Дмитрий, который взял на себя эвакуаторы, все иное. Еще дорогой дал, сигнал. Какая нужда в деньгах, сразу же сообщите. И они что-то придумали-то уже. По интернету объявили сбор денег на машину. Ну, Сергей объявлял. Машину, я думаю, чтобы бросили, а сейчас там покупают новую иномарку, поедем дальше. Там бросили. Я говорю, разговоры прекратить, пока мы не вернемся в Потеряевку. А вернусь в Потеряевку, вот сегодня я бегал к барабашам, Сергеем, найти людей, которые могут там развести, люди для тех. Он говорит, надо искать и рассылать. Я говорю, это в два раза дороже, и кто будет рассылать? Нет, только образовывать команды. Мы одни ехали, за полтора места мы бы развезли. Ваши люди, две-три команды, или четыре, и чтобы они... Какие области? Я сказал, Мурманске, и Кончай, и Воронежске. Ниже мы все это уже взяли. Вот мы выполнили полностью программу, которая назначена была за рубежом. По России мы не начинали работать. Это из-за машины. Но в этом я увидел другое, чтобы я не все сам делал. Мне говорили, вы все берете на себя. Вы дайте нам работать. Вот теперь сейчас объявлено будет по России. Но только, чтобы люди эти были с той стороны Москвы. Не ехать эти 3600 километров в грани. 3600, а везде там заторы, ремонтируют дороги, мосты, километровые пробки. Нет, книги уже там лежат? Или они еще не в контейнере? Книги все там. Все это по папкам разложено. Надо, чтобы люди нашлись, которые повезут по областям, по определенным. И вот сейчас мы договариваемся. Сергей. В общем, если бы вы были как издатель, как проповедь могла бы. Да, Игорь. Просто нет возможности. Ну, никакой. Нам нужно было немедленно выезжать, пока машина совсем не стала. А отремонтировать коробку там никак? Отремонтировали. В Нижнем Новгороде. Коробку? В Нижнем, когда доехали из Материны. Калуга, Нижний Новгород. Прикинь, 700 километров. Ну, понятно. А обратно, если оно же сделанное было? Да, остальное-то какое? Какое? Обратно теперь взял? Опять 700 километров я поеду? А, вот. А у меня дорогой сразу метилетом не заработал. Нет уж, ничего, он ему коню зубы не смотрит. Ему надо возвращать назад. Наша задача стояла вернуться, и мы сделали все правильно. Мы доехали. Витя за рулем, а Витя за рулем только в дневное время, и то, как, то яму не видит, то что говорить в очках. Половина зрения, говорит, он дома оставил, простите. А Николай, другие купея, идиюм ночью, идиюм ночью, идиюм ночью. Николай, ну, маленько отдохнуть. За запчасти много заплатили? А? В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде. Бесплатно там нам сделали. Бесплатно ремонт. В Нижнем Новгороде. Ни копейки не взяли. А новые-то не предлагали вам? Нет, конечно. Две. Никто не намекнули. В моторе переменить определенные детали, даже мотор-то не вес. Чего же предлагать-то? Я не разрешил бы никогда. А мне уже не один раз предлагали. Да не в жизнь. Она освещенная. Она столько прошла, столько милости. Я в ней спал, что ты сейчас в 39 ночи. Она и намоленная. Намоленная. Я ее люблю. И они прислали корреспондентов на завод, заводской газеты. И все расспросили. И все им рассказали. Они уж фотографировали, фотографировали, снимали, снимали нас. Это не просто так. Вот это реклама хорошая. Ну, это единственный случай. Они так же сказали. Единственный случай, что газель прошла от находки до лесного моря. Такого не было. Не просто прошла, а с какой целью, с каким грузом обвести. И они все говорят, только иномарку. Я говорю, давайте по иномаркам. Ведущие оба оси у многих, много теперь. Какая из них может соперничать по грузу? Мне нужно, чтобы было там вот как 7 мест. Дальше, чтобы по стоимости она была подходящая. Она в 3-4 раза должна быть. Ну, понимаете, нереально. И поэтому глушковский совет оказался самый верный. И дальше, через сколько, что говорил, не больше 8-10. Они гнали и гнали. Так что, к этой трещине, то мы добавили свое. Ну, а эти там за нас взялись и пришли. Мы эту ломаную им показали. Они стояли, смотрели и все уже сняли. Это все будет в интернете. Вы знаете, что такое гигабайт? Это большая единица. Фильм. Так мы сейчас только отдали 100 гигабайтов. 164. Это там будет еще несколько десятков фильмов. Это все гигабайты. Сейчас скачиваем. Так, все, вопросы? Все. Все. Поплотить не 100. Поблагодарим Бога. Вот этот аппарат мне сделали, я его не надеваю, но на встречу надеваю. Я слышал, так даже боль. Даже далеко, где-то, что-то чирикает, все здесь. Какая-то швейцарская. А у Павла, смотрю, вчера, что-то тут наклеено, а ухо, он говорит, там переломилось. А предлагал от вас новый? Я предлагал новый, он не взял. Но вчера нас встретил хорошо, правда, с утреками начал, будто бы я ему где-то учиться не давал. Он был начальником сейчас. Но был трезвый, как это березно. Посмотрели у него какие-нибудь утки, где лосточинные гнезда показал он, куда лошадь там уводит. Я все расспросил, посмотрели, овечки. Видно, что ему ехали. Ну, простились по-хорошему, он перекрестился, в дом завел, показали. Батюшка неопределенно так, он говорит, ну, поедем, ну, батюшка из кабины не вылазил. Потом, сиськом, она ничего не помнит совершенно. Она не знает, кто я. Она не знает, кто. Она не может назвать даже отца своего и моего отца. Они родные братья. Я говорю, а кто живет у тебя здесь? Она не могла Алексея назвать. Он сегодня у ней был. Полностью памяти нет. Я что-то не то говорю, она понимает где-то. Это, ну, полный маразм старческий. Но она, я говорю, ты помнишь Христа? Не помню. Она все забыла. А Марище считает. Я говорю, ты Христос за тебя умер. Ты это знаешь? Нет, не знаю. А потом к Алексею. Алексей руку сломал. Руку. На перевозе. Ну и дальше котика своего посмотрел. Там даже Наталь, это я. жена его с Алексеем поговорили. Я говорю, ваш совет, не больше 80, я сейчас наложил на них. Требовал. Иначе мы не доедем. Нет благословения на это. И они согласились, шоферы, и доехали до дома. Ну вот наш путь. Вчера чуть-чуть выехали здесь, и пришлось ставить кардан на ходу, а тут трактор тащит какую-то машину, и буквально мы на пузо сели бы, и повернули назад и вокруг. Там, говорю, вода стоит как озеро. Мы обошли через Буканку, а тут все сухое. В Моринске все сухое. Ну и вот прибыль, батюшка тут звонила, встреча была. Мы жилы. Я хочу всех вас поблагодарить, кто молился, кто помогал. Самая малая лепта, она дорога. Ваше участие. Много или мало. Поэтому у меня кое-что осталось. Я стараюсь сейчас от средств освободиться, чтобы полностью быть чистым. Ничего никому не должно. Я не отвечаю за деньги, которые остались ни перед кем. Ехать больше я никуда не собираюсь. Только здесь. Только если где-то поблизости. И работать только в интернете. Работа огромная. И теперь по книгам. Еще нужно на следующий год еще один замес сделать. Уже книг не 38, а 30. послать где-то, где-то ближе Москвы, чтобы заранее подготовили место, были люди, кто сами будет это все делать. Я больше никуда не собираюсь. И не отпускайте меня. Мы разобрались, батюшка говорит, что я говорю, отец пожил 76 лет, он говорит 75, а мне 75. и поэтому мне надо готовиться. Я думаю, приехать весной пораньше, когда едва начинает таять, прилетают пигалки, называется, чибисы. Пройти теми местами, проститься с полями, со всеми, в здравом уме и трезвой памяти. Я везде все прощаюсь. Мне вовремя подсказано, я не обольщаюсь. Я просто рад, что Господь позволил вернуться. Я говорю, дорогой сколько раз наказывал, как меня довезти, когда я умру этой дорогой. Где меня спрятать, чтобы потерять. Ну и все. Ну, хорошо здесь? Скоро приедут ваши здесь будут. Вопросов нет. Благодарю, и об этом помолимся. Хотя бы кранкой. Божьей милости будь не грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчастливый, грешный, Господи, прости меня грешным и помилуй. Слава тебе за все твои милости, какие мы испытали от тебя в этом путешествии. Благослови всех людей. Борзай и милость тебе, кто заботился о нас.